Кубок мэра Москвы Кубок мэра Москвы Кубок мэра Москвы Кубок мэра Москвы Ну что же, уже так вовсю идут приготовления, ну а мы пока смотрим на какие-то изменения в составах играющих сегодня команд. Их немного, честно говоря. Ну, достаточно, конечно, у «Спартака» главный трансфер – это Олег Снарок. Робина Ганзова мы все прекрасно знаем по прошлому сезону. Патрик Херсли, да, вот заметный новобранец в составе красно-белой команды у ЦСКА. Илья Сорокин, армейцы, ну, процентов на 85, наверное, сохраните свой четвертый состав или больше. Но вот есть Богдан Киселевич, который вернулся из-за океанских странцы. Он снова в составе ЦСКА, и вот, пожалуй, главное усиление – Иржи Секач, который завоевывал кубок в Акбарсе. Выходил в финал кубка Гагарина с фражеским «Левом». И теперь с новым трофеем пойдет в красно-синей форме. Но цели и задачи ЦСКА на предстоящий сезон, думаю, предель просты и понятны, и других уже быть не может повторить своего успеха. И, собственно, состав нам на это как бы намекает. А вместе с вами за ходом этой встречи будут наблюдать комментаторы Александра Хавана. И Роман Сквортова буквально неделька остается до начала 12-го сезона континентальной хоккейной лиги. И традиционный кубок мэра Москвы – великолепная подготовка и открытие к новому сезону КХЛ. Сейчас мы с головой уходим в церемонию открытия этого турнира. Сергей Семенович Самянин, мэр Москвы, уже на месте. Так что, собственно, можно начинать. И да будет шоу, о начале которого возвестит зычный голос Дмитрия Губерниева, который работает на этой церемонии открытия. Дмитрий Семенович Самянин, мэр Москвы, уже на месте. Дмитрий Семенович Самянин. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Сегодня нас объединяет хоккей, потому что повод самый, что ни на есть, замечательный. Сегодня мы приветствуем всех в этом уютном дворце, на важнейшем турнире Кубок Мэра Москвы по хоккею 2019 года. Добро пожаловать в Казахстан! С командом уверенно вступить в сезон в континентальной хоккейной лиге. Итак, не мари, друзья, я приглашаю на ледовую арену участников сегодняшнего матча-открытия Хоккейный клуб «Спартак»! Хоккейный клуб «Сыска»! Посмотрите, как соскучились команды, какой сегодня ожидается хоккей! Внимание, дамы и господа, на ледовую арену для открытия Кубка Мэра Москвы по хоккею 2019 года приглашаются! Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин и председатель попечительского совета хоккейного клуба «Спартак» Легенда мирового спорта, двукратный олимпийский чемпион Александр Сергеевич Якушев! Сергей Семенович, пожалуйста! Добрый вечер, друзья! Добрый вечер, москвичи! Поздравляю вас с большим спортивным праздником! С началом хоккейного сезона! И сегодня еще один большой праздник! 350 лет российскому флагу! С праздником! Наш российский триколор неоднократно поднимался на самых престижных соревнованиях в честь сборной России по хоккею! Слава легендарным российским хоккеистам! И без всякого сомнения, Москва является сердцем русского хоккея! Десятки тысяч подростков и взрослых москвичей беззаветно преданных хоккею! В Москве проводится студенческая лига, золотая шайба, континентальная хоккейная лига и множество других соревнований! Спасибо нашим спортсменам и их тренерам за тот большой праздник, который они нам дарят! Спасибо, друзья! Спасибо вам, друзья-болельщики, что вы сегодня пришли поддержать свои любимые команды! Объявляю Кубок мэра Москвы по хоккею открытым! А сейчас, друзья, важнейший момент в руках у легендарного Александра Якушева фирменная шайба нашего турнира! И я прошу к нашему коврику подъехать капитанов, играющих сегодня команд, для того, чтобы было произведено мэром Москвы символическое бросование! Браво! Хоккейный турнир Кубок мэра открыт! А сейчас, друзья, команды отправляются за самыми последними приготовлениями к сегодняшнему матчу! Еще раз посмотрите! Вот этот кубок, за который будут бороться четыре коллектива на протяжении трех ближайших дней! Ну что, команды, останемся здесь, посмотрим на выступления любимых артисток, или есть что сказать еще вашим тренерам, друзья? Капитаны, какое будет принято решение? Ну и тогда, друзья, самое время сейчас самую мощную группу поддержки пригласить перед открытием уже непосредственно хоккейного матча! Ким Друс не играет в хоккей в исполнении Сопрано Турецкого! Итак, всех мы приглашаем на хоккей! Приходите целыми семьями вместе с детьми и пусть в нашем Кубке мэра победит сильнейший! Ну а сегодня на все времена Спартак против ЦСКА! Поехали! Представляем стартовую пятерку! Он сказал, поехали махнул планшеткой, осталось всего ничего, скатать ковры. Кстати, многие ошибки прошло учтены. Сегодня, я, честно говоря, впервые в жизни видел вбрасывание, не отведенное для этого в хоккейной процедуре место. Но вбрасывание с ковра тоже интересный ноу-хау. Обошлось без жертв. Ура! Ну, ура сегодня символическая, да? Да. И производил у Александра Сергеевич Якушев легендарный хоккеист, ветеран Спартака и сборной команды России, Советского Союза еще. Так что, действительно, достаточно заметное такое и открытие. Просто сейчас вот ты говоришь про ковры, да? Их приходится оттирать от альта, не так просто это сделать. Но это уж извините. Что еще мы узнали в церемонии открытия? Оказывается, любимый зимний вид спорта Дмитрия Гудергева – это не биатлот. Это тоже важно. Но, собственно, с вводками и шутками закончили. Давайте теперь действительно переходить к началу этого матча. Итак, СССР «Спартак» – принципиальнейшее московское противостояние. Даже несмотря на то, что на протяжении истории армейцы выступают как-то лучше, чем красно-белые в историческом разрезе. И последние несколько лет, не исключение, уже очень давно спартаковцы не могут победить своих принципиальных соперников. Но они верят и надеются в то, что ситуация с приходом Олега Знарка изменится. Потому что Олег Зарок, его команды конкурировали с СССР по всех уровнях. Он и в московском «Динамо» им противостоял, и в петербургском СКА, да и в хоккейном клубе МВД тоже знает, умеет, любит обыгрывать СССР. И, конечно же, постарается это сделать и принести спартаковцам первую за много лет победу. Атака будет непросто. Такие вопросы с кондачка не решаются. СССР сохранил практически весь свой чемпионский состав. И на старте этого сезона тоже выглядит очень серьезной и грозной силой. Ну и вот нам сейчас показывает Олег Знарка. Безусловно, главное трансферное событие в составе «Спартака» этого межсезония – это контракт с Олегом Зарком. Действительно, тренер, который умеет и работает здорово. И год оставался без работы. И теперь, я просто не сомневаюсь, что полон желания проявить себя в составе теперь уже московского «Спартака». Тем более, даже через трансферную компанию «Спартака» читается «Футузов», «Керсли», «Кокарев» – ребята, которые хорошо знакомы. Олег Знарку, который сработал с ними еще с некоторыми, со времен КМВД, с «Керсли» в «СКА». Ты сказала о трансферной компании «СССР» и здесь действительно проклядывается то, что самое главное – это 21 игрок из основного состава «СССР» с прошлого сезона, с чемпионского сезона. Остался с некоторыми, на самом деле были продлены контракты, как Андроунов, Телегин, было много спекуляций на тему того, останутся они в составе «СССР» или, может быть, поедут попробовать себя в национальной хоккейной лиге. Нет, ребята остались в составе, в итоге 21 игрок из основного состава «СССР» сейчас в распоряжении тренерского штаба «СССР». «СССР» что касается, опять же, трансферной компании, только пришли очень немного фамилий, но каждая фамилия, понятно, зачем. Так, Киселеевич вернулся в состав «СССР» и, безусловно, усилит оборону этого клуба. И так, по словам некоторых тренеров в континентальной хоккейной лиге, монолитную, которая в особом усилении не нуждалась. Ну и Иржи Сехович, нападающий, хорошо знакомый с континентальной хоккейной лигой, который показывал свои способности забивать и забивать достаточно много. И в этом отношении действительно должен добавить остроты и результативности, главное, в атаке «СССР» и, соответственно, немножко упростить задачу для игроков обороны. Тут, что бросается в глаза, то, что потерь-то совершенно немного у «СССР». Михаил Пашнин отправился в Салават Юлаев, да, но, как бы, защитник тут с подписанием Киселевича, он, Киселевич, должен вообще без вопросов закрыть игровое время у Михаила Пашнина. Ну и Грег Скотт уехал в Брюнос, тоже, как бы, так сказать, потеря, безусловно, потеря. Но, на мой взгляд, если вспоминать, что молодые ребята, типа Светлакова, стали нагло старше, да, они вполне в состоянии заместить потерю Скотта, так что она будет незаметна. Так что «СССР» приложил максимум усилий, чтобы сохранить чемпионовский состав и усилить его, и это тоже у московских армейцев получилось очень неплохо. Стартовые пятерки команд уже на льду, но сначала представим вратарей Илья Сорокин на последнем рубеже обороны «СССР» в воротах «Спартаковцев», которые сегодня выступают в белой форме, Юлиус Гудочек. Основные голкиперы образца прошлого сезона начинают домашний предсезонный турнир на посту номер один. У «Спартака» в центре первого звена Робин Ганзелл, 78-й номер, по краям у него латышские стрелки Каспар Сталговин, 16-й, и Мартин Шкарсун с 15-й. Первая пара защиты, 6-й Патрик Херсли, 36-й Яков Рылов. У армейцев в центре первого звена Линден Вэй, по 19-м номеру, вместе с ним по краям Михаил Григоренко, по 25-м. И нет, не Кирилл Капризов, а как раз Иржи Секач, по 92-м номерам, сходу получает место в ударном звене ЦСКА. Ну, а, собственно, явно не для третьего звена его убрали. Вообще, глубина состава. По-прежнему, друзья. Кубок мэра Москвы по хоккей с шайбой. Скворцов и Хованов, лучшие комментаторы мира. Это был Дмитрий Губерниев. Да, оперативное включение Дмитрия Губерниева. Мэтт Робинсон и Класс Дальбек. Первая пара защиты ЦСКА, 37-й и 6-й номера, соответственно, но уже меняются составы. У армейцев Андрей Светлаков в центре второго звена, вместе с ним Константин Акулов, 71-й, Кирилл Капризов, 97-й. 87-й номер у Светлакова, 53-й Алексей Марченко, 55-й Богдан Киселевич. Вторая пара защиты ЦСКА. У Спартака тройка Ильи Зубова под вторым номером, 38-й номер игровой у Ильи. По краям Александр Хохлачев, 93-й, Илья Твалуев, 21-й, пара защитников Дмитрий Вишневский, 55-й, Андрей Кутейкин, капитан команды с этого сезона. Почему? Да потому что самый опытный. Так ответил Олег Знарок, он пообщался с прессой не так давно, очень подробно, и было очень приятно услышать от Олега Знарка. Вот его размышления перед стартом регулярного чемпионата, да и перед стартом Кубка Мэра турнир вполне себе самодостаточный. Опять же, учитывая то, что команда из одного географического региона, что не матч, что дерби практически, ну и это напрямую сказывается на количестве зрителей. На трибунах, да, верхний ярус не открывали для зрителей, но нижний заполнен процентом на 90, так что где-то 5-6 тысяч за этим матчем наблюдает, и в целом не должно быть проблем с посещаемостью. Может быть, выходные-то даже и верхний ярус придется распахнуть. Идем дальше по составам. Третье звено Спартака. Здесь в центре Геннадий Столяров, 71-й номер по краям Анатолий Никонцев, 12-й, Денис Кокарев, 19-й пара защитников, Максим Гончаров, 57-й, Евгений Кулик, 44-й. У ЦСКА в третьем звене Павел Корнаухов, центральный, 15-й, 22-й, Александр Попов, 10-й, Сергей Толчинский, но сейчас четвертое звение команды на льду, Артем Федоров, бросок с правого фланга, не точно. Илья Аркалов, 7-й номер, центральный нападающий Спартака, 92-й, Антон Злобин, 97-й, Артем Федоров, УЦСКА. Всем бы такое четвертое звено, конечно. Сергей Андронов, там команды, центральный нападающий, Иван Телегин, 7-й, 98-й, Максим Мамин. И защитники у Спартака, четвертая пара, Руслан Педан, 25-й, Александр Кутузов, 14-й, УЦСКА, Марсель Ибрагим, 28-й, Артем Чмыхов, 4-й. Олег Здорог, главный тренер красно-белых, Харис Виталинч, который исполнил свою миссию спасителя в швейцарском Давосе, выиграл семиматчевую серию за выживание, сохранил Давосу место вылечь швейцарского хоккея. И пришел он, наверное, все-таки замахиваться на решение больших задач красно-белую команду. И момент, у ворот, и Гудочек останавливает выход 1 на 1 Линдона Вэя. Это, кстати, первая остановка. С начала матча сыграно 3 минуты и 25 секунд. И команды, да, такой длинный продолжительный отрезок выдали с начала матча, который закончился очень опасным моментом перед воротами Юриуса Гудочека. И тут, на самом деле, нашли хорошей передачи, такой разряжающей Линдона Вэя, который, двигаясь между двух защитников, но вышел, хотя фактически один против одного, против воротаря Спартака. И Юлий Ускудочек свою команду выручил в этот вот первый отрезок. И у Спартака был неплохой момент, когда у Чмыхова сломалась клюшка и убежал. А вот теперь Хохлачев подкатывается под него Нестеров и вынуждены преодолевать это препятствие. И шайбу, и клюшку, и равновесие Хохлачев потерял. И уже контратвет ЦСКА Светлаков в углу площадки. Против него жестко играет Гончаров, но на помощь Светлакову приходят партнеры. Паста, пятачок, каприза в ближний угол не попадает. Гудочек там ситуацию контролировал, но это еще не все. Подключается Нестеров от синей линии и на дальнюю штангу каприза, у которого не позволили замкнуть этот зовущий пас партнера. У армейцев на старте этого матча достаточно моментов, чтобы открыть счет. Возвращаясь к эпизоду с Вэйм, было время подготовить этот бросок. Но очень плоднокровно играл Гудочек. Раз уж сложилась такая ситуация, что делать? Нужно спасать и спокойно Гудочек спас. Ну да, и Гудочеку придется выручать, в особенности Спартак. Я думаю, не один раз в этом сезоне-то уж точно. Да и в этом матче совершенно точно. Да, против ЦСКА. Вот ты озвучивал состав, и мы еще перед началом матча состав получили. Мне очень интересно посмотреть на связку Акулова и Капризова. Два таких очень техничных, интересных нападающих. Между ними сегодня играет Светлаков. И, по-моему, такая достаточно молодая и очень интересная тройка получается у армейцев. Да, и все такие ребята со светлой головой, все очень игровые, могут исполнить на площадке все, что угодно. Не только в рамках заданной схемы, но и в режиме взволнованной импровизации. И, конечно, когда выйдут они на проектную мощность, ох, как будет полыхать. В этом сезоне, дай бог, чтобы все обошлось без травм. Мы там вспоминаем долгую историю различных повреждений у Светлакова в первую очередь. Ну, а Константину Акулову пожелаем стабильности, поскольку, ну, так частенько попадал он под ротацию. Не всегда довольны были тренеры. И его действиями в предыдущих сезонах, опять же, списывали мы это на молодость, на нестабильность. Тем не менее, человек уже под два десятка шайб за сезон забрасывает. И, конечно, очень не хотелось бы, чтобы Константин останавливался в своем развитии. Потому что, действительно, игрок незаурядный и таковым был еще в молодежной хоккейной лиге, когда играл в своем родном Новосибирске. Да, да. Ну, и тут не будем забывать, да, мы говорили уже об этом, и Светлаков стал старше на сезон. И уже обладали Кубку Гагарина в составе ЦСКА. То же самое можно сказать и про Акулова, но Капризов уже успел не только Кубку Гагарина выиграть, да, но и Олимпийский чемпионов стать, забросив победную шайбу на турнире в Корее, где командой руководил как раз Олег Лаврович Нарок. Но, опять же, с этого сезона ТНС «Партакан». Не все гладко. И у Кирилла Капризова было в карьере в концовке прошлого сезона. Вряд ли его можно было считать прям таким человеком, железно обеспечивавшим результаты ЦСКА в Кубке Гагарина и сборной России на чемпионате мира, который проходил в Братиславе. Но, опять же, да, может быть где-то подустал. Слишком много хоккея было в его жизни за последний год. И, может быть, так немножечко действительно усталость сказалась. Но вот новый сезон, новые силы. И Кириллу Капризову тоже мы желаем всего самого наилучшего бросов. Киселевича Хохлачев оказывается на пути. Шайба налетит чуть в сторону. Секач перевод в центр. Но Григоренко до него шайбы не доходит. Кутейкин его никто не атакует. Но в простой ситуации спартаковский капитан просто отбросил шайбу на свободное место. Хорошо, что хорошо для спартаковцев, что и армейцы там затеяли смену. И не было у них ни возможности, ни желания контратаковать, поскольку шайба там до красной линии-то еле допрыгала. Да, Лалуев пошел в обыгрыш. Потерял шайбу на чужой синей линии. И здесь Гончаров здорово в средней зоне страхует партнера, останавливая Капризова. Причем не потребовалось так сверх жестко играть Гончарова. Он любит, умеет это делать. Но здесь достаточно было поставить плечо и оттереть Кирилла Капризова от шайбы. Гончаров ошибается под давлением двоих соперников. И вот снова как раз репутация Гончарова покатил вроде бы Капризов вперед. Но увидев вот эту стену, вот это препятствие, так начал избегать столкновения. Шайбу оставил габаритному защитнику Спартака. И еще один отрезок, да. У нас так команда длинными отрезками играет по началу сегодняшнего матча. Первый получился там 3,5 минуты. И сейчас 4 минуты и 20 секунд без остановок играет команда. Небольшое такое, я бы сказал, территориальное преимущество у ЦСКА. Но Спартак отвечает, находит возможность отвечать достаточно отцами контратаками. И вот одна из них, бросок по воротам подключил Злобин Столярова. Из глубины своего партнера из 3 метров производился этот бросок. Но шайба не побывала в воротах ЦСКА. Да, действительно, пока широченными мазками пишут картину первого периода команды. Одна единственная остановка и уже у нас 8 минут 20 секунд позади. Счет не открыт, 0-0. Но моменты уже возникали. И у тех, и у других ворот. А главное, игра смотрится. Она не напоминает улицу с односторонним движением. У Спартаковцев моментов чуть меньше, но может быть это и объяснимо. Но главное, главное красно-белые не пытаются перетерпеть ЦСКА. Может быть, мы привыкли к тому, что команда Олега Знаркани всегда такие рабочие. Но Спартак даже по ходу прошлого чемпионата, он искал ключики к ЦСКА. Мы говорили, что давно красно-белые своих принципиальных соперников не побеждали. Но в конце концов отказали спартаковцы действительно оберегать там нулевую ничью, как Зеницу Ока. И делали такие фрагментарные попытки играть с позицией силы. Да, может быть, они обречены на провал на каких-то этапах из-за глубины состава и так далее. Но такая игра нравится болельщикам. А когда игра нравится болельщикам, то и хоккеистам как-то, наверное, тоже приятно. Что они дарят радость людям, а главное, сами получают удовольствие. И вот как раз приходом Олега Знарка вот этой смелости и наглости у спартаковцев должно быть еще больше. Григоренко на партнера. И все-таки закатывается шайба в ворота. Секач! Поднята была рука арбитра, который находился главного арбитра, который в средней зоне показывает, что будет удаление. Но шайба оказалась в воротах Спартака после такой передачи от Григоренко. Хотя он мог и сам завершать эту атаку. Всего-то проскоп. Великолепный. Да, сделал он передачу на Секача. И там, по-моему, от конька нападающего ЦСКА шайба оказалась в воротах. Вопрос. Это был набалдажник клюшки гудочек, который показался. Ну и сейчас первая заброшенная шайба в сегодняшнем матче, которая требует просмотра и повтора. С одной стороны, в этом сезоне практически все, что залетает от конька, должно быть засчитано. Но при желании может показаться, что Секач действительно пытался нанести удар коньком в сторону ворот. И вот этот момент арбитры все-таки поехали для себя прояснить. Вот видите, да, он не отрывал ногу ото льда, но тем не менее явно пытался сыграть шайбы. И в принципе это можно расценить как попытку удара по шайбе. Он не разворачивал лезвие, находясь на месте. Здесь видео тренер ЦСКА тоже внимательно просматривает этот момент на своем ноутбуке. Смотрим еще раз. Мы рады приветствовать всех тех, кто притянился к нам только сейчас в его время. Арбитры просматривают первую заброшенную шайбу в этом матче Секач передачи Григоренко. Шайба зашла от конька. И вот теперь пытаются определить судей, был ли там удар в этом эпизоде по шайбе. Или все-таки, борясь за живучесть корабля, лишь разворачивал лезвие. Послушаем объявление, Арбитра. Внимание! Громкая связь не работает, поэтому сейчас диктор по стадиону объявит решение. Но по языку тела тут ничего не поймешь. Пока держит все в себе. Андрей. Шайба была забита коньком в таком случае. И взятие ворот не засчитано. Александр вылит в комментарии по этому эпизоду. Я бы сказал, что Секач сделал максимум усилий, что мог в этой ситуации, чтобы не оторвать конек ото льда. И чтобы этот эпизод мог квалифицироваться как переправление или изменение траектории полета шайбы. Но движение... Явно выбрасывал ногу вперед, замыкает этот расстрел. Явно выбрасывал ногу раз. И движение в сторону ворот было, да? В данном случае не чтобы принять шайбу, а чтобы переправить ее в ворота. И поэтому шайба не... Шайба заброшена, но не была защитена. Но она не засчитана. А значит мы отматываем к моменту, когда держал руку поднятый арбитр этой встречи за задержку соперника Клюшкой. На две минуты на скамейку штрафников отправляется. Спартаковский защитник Дмитрий Вишневский. И ЦСКА получает численное преимущество Вэй с Секочем и Капризовым в бригаде большинства. Здесь же Михаил Григоренко на позиции защитника и Никита Нестеров. Но он будет в одиночку за синюю линию отвечать. Отличный пас от Капризова. Ух ты! Вэй! Какое продолжение находит нетривиальное. Волшебная, конечно, бригада большинства у ЦСКА. Это мы еще не видели в действии в этом сезоне. Но вот даже этих нескольких касаний хватает нам, чтобы понять. С этой бригадой придется считаться всем. И ноль сменяется единицей на табло уже очень скоро. Это Григоренко из своего отрица направляет шагу в ворота. Ну, а мы, кстати, говорили про бросок Григоренко. Бросок у него великолепный. Я не раз он это демонстрировал в прошлом сезоне. Ну и с появлением Секоча, кстати, появляется еще один игрок для большинства. С очень неплохим броском у ЦСКА. Поэтому совершенно неудивительно, что он появился, я имею в виду Секоча, в большинстве. Ну и ЦСКА попытался разыграть большинство через низ. Хорошая передача от Капризова на дальнюю штангу на В. Не получилось это сделать. Быстро вернули шайбу под свой контроль. Довели шайбу до Григоренко, который броском в одно касание. А все-таки на табло, такую вот единичку в графе забитой шайбой у ЦСКА. И саня, несмотря на то, что шайбу заброшенную Секочем, буквально несколько секунд назад судей не засчитали. Для тех, кто присоединился к нам только сейчас, представляемся. Александр Хованов, Роман Скворцов работают на этой встрече. Матч судят. Андрей Рогачев и Сергей Морозов главные арбитры. Им помогают линейные Александр Захаренков и Торники Кучава. Кучава, Юлиус Гудочек на воротах Спартака и Илья Сорокин на последнем рубеже обороны ЦСКА. 1-0. Михаил Григоренко открывает что-то в этой встрече. И там хотелось бы опять же обратить внимание на слаженную работу всей без исключения пятерки армейцев, находившихся на льду. На пятачке я здорово экранировал Гудочека. Капризов хороший, такой широкий перевод. Заставили вратаря двигаться. И снайперский, лазерный по точности бросок в противоход голкиперу в дальний угол от Григоренко с вертиной дальнего круга вбрасывания. Все как по нотам разыграно. 1-0. ЦСКА абсолютно закономерно выходит вперед. Я бы еще отметил, что здорово. Очень капризов с Вэем за подбор поборолись. Оставили шайбу под контролем ЦСКА. Ну и потом Вэй Нестеров у Григоренко завершил усилия своих партнеров. И первое же большинство в сегодняшнем матче реализованы. ЦСКА выходит вперед. На все началось с выигранного вбрасывания. Да, шайбы потрогать красно-белым не позволили армейцы. Вот так быстренько в экспресс-манере большинство использовали. 1-0. ЦСКА впереди. Ошибка на выходе из зоны. Но тут не было скорости Урылова. Пустился он в обводку. Коронаухов шайбу у него выбил. Толчинский поручает шайбу с заботом своих защитников. Впрочем, снова дают ему шайбу для того, чтобы он начинал атаку. Дальбек. Спартаковцы здесь от чужой синей линии начинают соперников встречать. Вишневский, чье удаление было реализовано, идет борьбу с Андроновым. И шайбу спартаковцы отвоевывают. Но здесь из-за ворот Гудочек вынужден начинать атаку. Не мог он пойти в угол с шайбой, поскольку теперь это запретная зона для полетов голкиперов. Тоже интересно, но на самом деле не так много вратарей континентальных хоккейн-реги, которые играют как раз в углах площадки. Где-то как раз в большинстве может выйти, подработать шайбу для своих защитников. Тем не менее, появилась трапеция за воротами. И что касается, допустим, Гудочек, а тот, кто любит и попутешествовать за линии собственных ворот. Гудочек Кошечкин выглядит пострадавшим от этих нововведений. Но, может быть, с другой стороны, как раз болельщикам персональным Юлиуса и Василия будет спокойнее. Уже не будет у них повода предпринимать эти рискованные вылазки. В угол площадки Григоренко по борту засылает шайбу в зону соперника. На противоположном борту она находит Вэя. Он возвращает Григоренко по той же траектории. Армейцы снова с контролем. Здорово ходит шайба. И, словно, большинство продолжается. Играют это 5 на 5. Но за счет движения шайбы и таких маневров выверенных, смотрите, выводит Григоренко. Уау! Секач не попадает в, казалось, уже пустые ворота. Выводил его Григоренко на бросок. И наверняка сложнейший отрезок для спартаковцев. И Тололуеву пришлось даже на лед прилечь, чтобы шайбу из зоны выбросить и смениться. Спартаковцам которых очень прилично повозило ударное звено ЦСКА. Отличное взаимодействие продемонстрировали в кисте первой тройки нападения ЦСКА. А там канадец Вэй, Чех Секач и россиянин Григоренко. Тоже мы видим, что несмотря на то, что игроки разной национальности, но тем не менее взаимодействие показывает очень неплохое. Язык хоккея ими освоен прилично. И они прекрасно друг друга понимают. На нем просто глаз радовался. А теперь Акулов мчится. Вперед по плавному фангу. Откатываются защитники, позволяют Акулову практически без препятствий набросить по воротам. В последний момент все-таки удалось шайбу немножко подцепить защитнику. И она чуть в сторону от ворот пошла. Но вот действительно после этого большинства армейцы и после заброшенной шайбы, естественно, армейцы так плотно прибрали инициативу к рукам. И сейчас действительно Спартак выживает просто. Но вот первую смену, кстати, после большинства звенок Ханзела провело очень неплохо. И сейчас именно эти ребята на площадке, в принципе, я в обязанности. В некоторой степени это первые тройки нападений и входят. Как раз создание опасных моментов у чужих ворот. И здесь есть кому создавать. Тарсон, Далговинши. Ханзел великолепная такая легионерская тройка в составе Спартака. Далговинш поспевает первым к шайбе в средней зоне. По ближнему борту входит зону атаки. Но здесь Дальбек своей клюшкой до шайбы дотягивает. Столчинскому убежать не позволили. Талалуев! Мощный бросок прям в звезду на груди Сорокина. Тем не менее, это повод взорваться радостно и трибунам, которые поддерживают армейцев. Ну и красно-белым болельщикам, которые не успели, наверное, в должной мере Талалуева вознаградить за самоотверженность чуть ранее. В моменте, когда очень сложно было Спартаковцам. Ну а сейчас, действительно, чем не полно. 5 минут 22 секунды до конца первого периода. 1-0 ЦСКА впереди. И вот супер момент, который Григоренко создавал для Секача. Но, кстати... Это Вишневский, да. Все-таки сумел забрагировать. И причем, опять же, отыграли в большинстве. И снова выдали отрезок в 4 с лишним минуты игровых. Команды такой, в некоторой степени даже особенность сегодняшнего матча. Команда играет такими длинными отрезками без остановок. И последний отрезок и закончился броском по воротам Ильи Сорокина. Работы у него пока немного. Но с другой стороны Талалуев на скорости вошел в зону. Позиция для броска была очень неплохая. Но я бы сказал, что бросок Талалуева не получился. Потому что пытался так на силу отправить Шайбу в обороту Сорокина. Но брата получился не сильный. И пришелся прямо в эмплему ЦСКА на груди Сорокина. После чего брата ЦСКА уверенно Шайбу зафиксировал и остановил игру. И так, Илья Зубов все-таки получает предупреждение от арбитра. Хотя это уже третья попытка вести Шайбу в игру. И спартаковцы ей завладевают. Кутейкин по борту. Хохлачев связывает там Блажиевского. И Андронова к Шайбе не пускает. Здорово Хохлачев. Но вот дальше, дальше там все-таки перекрыт был партнер. Вмешался Нестеров и не позволил Талалуеву бросить из убойной позиции. Ну да, там на пятаке перед Волотыми Сорокин никогда свободно не было. Не в прошлом сезоне, да и в этом тоже ожидать этого не следует. Тяжело найти свободного игрока там. Но пытался это сделать сейчас Илья Зубов. Нестеров сыграл уверенно и надежно. Но все равно нельзя не отметить действия Хохлачева, который в борьбе в углу площадки с двумя армейцами справился. Шайбу сохранил и искал острое продолжение. Хохлачев поменялся. Снова ударное звено ЦСКА на льду. Секач с Вэем и Григоренко. Прошлая смена получилась у них просто на урай. Каким-то чудом шайба зашла. Не зашла в ворота Спартака. Посмотрим, что сейчас они придумают. Третье спартаковское звено им противостоит. Киселевич, нет, выпускает шайбу в среднюю зону. Нужно выходить нападающим. Никонцев, Столяров и Кокарев на площадке у Спартака. Но как раз сейчас смена идет по ходу матча в составе обеих команд. Через борт под чужую синюю. Но здесь сложно было, исходя из траектории, по которой двигался Илья Аркалов, ожидать мгновенного обострения ситуации. Ехал он от синей линии в сторону борта. Ну и что там? Можно было придумать. Ну это да, такая длинная передача от Пидана. Причем такая, еще и от борта. Да, обработать ее непросто. Но с другой стороны она решает сразу две задачи. Вывести шайбу из своей зоны и войти в чужую. Так и получилось. И вот сейчас снова московские армейцы вынуждены обороняться. Но очень неплохая атака в исполнении четвертого звена Спартака. Ну да, ничего лишнего красно-белые не показывают. При первой возможности туда, на ворота, на пятак. А вось кто добьет? А вось будет рикошет. И, собственно, с функционалом четвертого звена чего еще требует? Ну и там, на самом деле, у Спартака там мой злобин достаточно быстрый. И Федоров с очень неплохим броском. И Аркалов тоже с опытом игры в континентальной хоккейной лиге. Так что там, наверное, основная нагрузка ляжет на двух крайних нападающих. Но и злобин, и Федоров вообще ребят, которые могут придумать неприятности на ровном месте в любой команде. Да, тем более, что Федоров так скитался был у него момент по клубам континентальной хоккейной лиги. А в Спартаке просто-напросто обрел себя, забрасывал или отмечался в результативной передаче практически в каждом матче. И динамские болельщики так даже недоумевали. О как, а что же мы потеряли-то такого играчка? Я помню, они первый раз появились, кстати, в составе московского «Динамо». На ВТБ-арене тогда еще с Волковым. И они произвели впечатление, такое впечатление, когда они как раз играли с Спартаком. И самые быстрые игроки на площадке были. Вот именно в этом матче, несмотря на то, что были молодые, и первый раз играли в ПТЛ. Накрыли спартаковцы соперника в зоне. Бросок Кутейкина, но это слишком близко для спартаковского капитана. Его рубеж поражения пролегает до красной линии относительно чужих ворот. Но здесь от синий, чужой. Но так, да еще и подмешали ему. И снова потеря, кстати. Уже не в первый раз спартаковцы заставляют соперника ошибаться в своей зоне. И это дорогого стоит, потому что СК – команда железной дисциплины, где вот такие моменты организованного выхода из зоны отработаны до автоматизма. Казалось бы, за последние две минуты спартаковцы трижды на этом соперника поймали. Да, не сумели создать каких-то опасных моментов, но все равно это такой звоночек. Аркалов на этот раз шайбу сумел укротить, но укращая потерял скорость. Однако продолжается атака Федоров. И Робинсон играет в корпус. В последние годы мы привыкли к тому, что легкий на ногу Робинсон, не обладающий такими выдающимися габаритами, тем не менее может очень жестко сыграть в тело. И сейчас он это вновь продемонстрировал. Да, я так думаю, что игроков, уклоняющихся от силовой борьбы в составе ЦСКА, просто нет. И в этом отношении и Робинсон. На самом деле, просто лишать себя определенных преимуществ в единоборствах нет. А размер, конечно, имеет значение в силовых единоборствах. Но если игрок техничный, да, нас, я помню, учили, был такой нападающий, что биртуз очень большой. И говорили, что на самом деле не имеет смысла в него толкаться. Но силовой прием можно провести не в игрока, а перед игроком, допустим. И таким образом отсечь его от шайбы. К концу подходит первый период матча Спартака и ЦСКА на Кубке мэра Москвы. И первое удаление теперь в составе московских армейцев. Новичок команды Иржисекович отправляется на 2 минуты за 12 секунд и 2 десятые секунды. За подножку. Вот по второму моменту. И это как раз очень неплохо подходит к тому, о чем ты говорил. Что Спартаку в последних сменах удалось перевести игру к воротам на половину поля, по крайней мере, ЦСКА. А на своей половине поля зарабатывается подавляющее большинство удалений. И в итоге Иржисекович нарушил правила и Спартак заработал первую возможность поиграть в большинстве в сегодняшнем матче. У Спартака тоже спецбригада. Никонцев, Хохлачев, Талалуев, Херсли. Ну, естественно, на синей линии. И Федоров. Интригующее сочетание. Но за тем, как оно будет стремиться разыграть лишнего, мы посмотрим уже во втором периоде. А первый закончился. 1-0 ЦСКА впереди. Ну, и я бы сказал, что так, свое преимущество в первом периоде, да, по игре. ЦСКА сумел превратить в преимущество по счету, поэтому на первый перерыв уходит, пускай с минимальным, но преимуществом в счете. ЦСКА Спартак 1-0 после 20 сыгранных минут. Игорь Никитин, с одной стороны, может быть доволен тем, что команда действительно сумела воплотить свое преимущество в заброшенную шайбу. С другой стороны, вряд ли ему понравилась концовка первого периода, когда раз за разом ошибались армейцы при выходе из зоны. Да, соперник пока не наказал, но в конце концов, сколь веревочки не видятся, дальше вы продолжение знаете. Так что есть, конечно, о чем поговорить, по крайней мере, со своими игроками в перерыве, главному тренеру ЦСКА. Безусловно, на предсезонке, даже если ты выигрываешь, даже если ты очень много выигрываешь, да, то, собственно говоря, есть о чем. В ворота гудочка 1-0. ЦСКА выигрывает матч с Спартаком на Кубке Мэра Москвы. Добро пожаловать обратно на арену Мегаспорт. Меньше минуты до начала второго периода матча между ЦСКА и Спартаком в рамках Кубка Мэра Москвы, который стартовал сегодня, кстати, в первом матче. Московская «Динамо» победила «Витязь» со счетом 4-1, но армейцы пока выиграют со счетом 1-0. Это единственную шайбу забросил Михаил Григоревко в «Бышенстре». После выверенной передачи Никиты Мессерова статистику периода составляли очень дотошные люди, потому что, ну, 5-4, честно говоря, на взгляд так не показалось. Игра была достаточно живой, интересной, но, видимо, считали только очень опасные броски. И вот если вкладывать понятие спасения в то, что делали вратари, то, да, наверное, где-то такой счет не получится. Но я добавлю вопрос о том, что игра была достаточно живой. В данном случае подтверждает не статистика бросков, а статистика вбрасываний, которых в первом периоде было всего 6 на 20 игровых минут, а как вот... Ну, это включая первое, включая после гола, было 4 остановки, получается, в игре. Да, да, совсем, так сказать, немного. И игра проходила так, очень действительно живенько, мало остановок, и из-за этого смотрелось очень и очень неплохо. «Спартак» в большинстве начинает второй период. В самом-самом конце «Секач» присел за подножку. И снова спецбригада, кстати, на льду у «Спартака» Харсун, Сарзинч, Ганзал. Первое звено усиленное Зубовым, и Херсли продолжает там курсировать по синей линии в надежде на то, что ему удастся свою пушку-то расчехлить. И момент сумели создать уже на первой минуте хоккеисты «Спартака» во большинстве. Даугавинч принял шайбу на пятаке, хотел сделать передачу на своего партнера, но увидел, что она перекрыта, а у него достаточно времени, чтобы развернуться и бросить. Так что хороший момент в первой смене создает «Спартак». Шайба к Херсли пришла после вбрасывания, но она прыгала, пока он ее укращал, уже подъехал к нему на Толчинске, а здесь без замаха. И смотрите, Далгавинч слету по шайбе попадает, но она уткнулась в щиток Сорокина, Далгавинч, и вот он пас на Херсли. Однако Патрик ситуацию не прочувствовал, и ждал шайбу несколько в другом месте, и поскольку Херсли на синей линии один, а защитник он не самый подвижный, потеря. Получается так, что практически норма первого периода по броскам «Спартак» выполнен. Ну, бросок Далгавинч, и бросок Херсли, и добивание от Далгавинча слета. Все это броски по лавану Сорокина в начале второго периода. Так, схема та же, единственное что, Хохлачев здесь пока на позиции защитника предпочитает оперировать, а угрозу теперь с периметра генерирует Хутейкин. Обладатель, еще один обладатель страшной пушки. Хохлачев, розыгрыш идет через Хохлачева, и два таких неплохих момента для своих партнеров Александр Хохлачев уже успел создать. Сначала вывел на бросок Аставалуева, и после этого еще и Хутейкина. Хутейкин готовил этот бросок, но, видимо, может быть, тут и гудочек его немножко спонталыку сбил своим пастукиванием, должным предупредить партнера, что вот-вот Секач появится на льду, и, может быть, на этом немножко даже отвлекся Хутейкин, потому что он как раз последний. Ему нужно было визуально разобраться, что там и как, и в итоге шайба ушла с крюка, бросок не состоялся. В полном составе армейцы Спартаку численное преимущество использовать не удалось, но, в принципе, хороший себе такой импульс спартаковцы сделали на второй период. Другое дело, что армейцы действительно сейчас постараются пыл соперника остудить, для чего, увы, сотоварищи на льду. Григоренко забирает шайбу, не давая спартаковцам начать атаку. Секач, отсидевший две минуты, чувствующий вину, за это удаление мчится вперед, его останавливают вдвоем. Спартаковцы за воротами, однако Секач так просто из игры не выключится. Он, в конце концов, у Беллидинова тоже играл, там такие вещи не поощрялись. Ну и да, сейчас два 92-х номера встретились за воротами Гудочика. Соответственно, Секач в составе ЦСКА и Зловин в составе Спартака. Ну и в итоге, действительно, после отрезков в меньшинстве, ЦСКА начинал второй период в меньшинстве, сразу на площадке появилось звено Линдона Вэя, и им не удалось создать хороший момент у Гудочика, но, по крайней мере, игру на половину поля Спартака нападающие этой тройки перевели. А так работы у Сорокина в первых сменах второго периода было достаточно, но, тем не менее, со всеми бросками, которые наносили какие-то Спартака по воротам Ирии Сорокина, враталь ЦСКА справился. Ух, после вбрасывания приходит шайба Кириллу Капризову, и еще бросок Робинсона Гудочек, смотрит в свою ловушку, не находит там шайбы и принимает единственное правильное решение, опрокидывается на спину, на спину пьет по площадям, и где-то под ним шайба оказывается в итоге. Смотрите, два броска мгновенно доработал ногами, и вот такой бросок от Робинсона. Накатился, да, и так не видел шайбу Юлия Сгудочек после броска Мэтта Робинсона, поэтому попытался действительно зафиксировать свое положение, дождаться свистка, и это сработало для воротаря Спартака. Рылов выстрелил в контратаку, но, опять же так, с оглядкой пересек чужую синюю линию, и уже так начал на якорь на ней вставать, двинул шайбу вперед, сам остался. Вот функционал Рылова, такие подключения на все деньги определенно не входят. Капризов хорошую там передачу придумывал на Попова через клюшку соперника. Пас не прошел, но за попытку спасибо. Херсли в ближний угол, шайба клюнула перед Сорокином, но тот контролировал ситуацию, переместился вправо от себя. Блином эту шайбу отразил. Это, наверное, не тот момент, когда можно говорить о том, что у Херсли хорошая позиция была для броска. Но, с другой стороны, уговаривать Патрико Херсли бросок по волонам точно не надо. И в его ситуации это редко выглядит плохим решением. Сейчас бросок шел мимо ворот, но, с другой стороны, он подключился к атаке, поддерживал атаку своих нападающих Патрико Херсли, и сумели завершить эту атаку броском из Спартака. Андронов с партнерами на льду у ЦСКА. Федоров с неудобной в направлении ворот. Спокойно армейцы играют на подборе. Более того, у них тут выстанцовывается контратака за счет действий Толчинского. И Телегин стреляет в упор гудочек. Парирует эту шайбу. Такое сочетание сейчас Светлаков с Телегиным и Толчинским оказался на площадке. И нападающие вот этой вот тройки в ЦСКА сумели создать отличный момент. И причем все поучаствовали в этой атаке. Сначала Светлаков пробил шайбу в среднюю зону. Там на скорости здорово проводил Толчинский. И сделал передачу на Телегина, который двигался на ворота. Гудочеку пришлось вступать в игру и выручать свою команду. И снова атака-бросок. Выкатывается гудочек. Но похоже там партнер принимает шайбу на себя. И больно в руку спартаковскому защитнику. Шайба угодила, но меняться не с руки. Вот сейчас поедет педан на лапку. Пока Хохлачев и Зубов бегут в контратаку. Сорокин достаточно хладнокровно разбирается за воротами. Да, педан заблокировал опаснейший бросок по своим воротам Андронов. Едва не украл шайбу у Кутузова. За воротами Хохлачев здесь уже минимум делает. Просто выносит шайбу из зоны через борт. Армейцы быстренько пытаются ее вернуть. Гудочек в его творческие не входило. Останавливает встречу, но там неожиданно партнер потерял рандовенщик. И Гудочек просто цирковой лёдер выхватывает шайбу из воздуха. Но после мощного броска Григоренко. Да, после того, что Спартак отыграл в большинстве ловушка Гудочека, я бы сказал, главное действующее лицо. В сегодняшнем матче во втором его периоде уже два раза пришлось так конкретно вступать в игру Юлиусу Гудочеку. Здесь бросок Андронова, который не дошел до вратаря Спартака. Его принял на себя Руслан Педан. Ну а после этого так пара хороших моментов. И здесь вот тоже как бы не ловушка, но ловушка была на месте. А так и с броском Робинсона справился Гудочек. И в последнем эпизоде выручил свою команду. И снова Григоренко практически в мгновение. О, как готовит бросок. Шайба-то вроде под ногами у него находилась. Бросать неудобно, но тем не менее мгновенно. И вложился. Да, не попал. Да, пострадала точность броска, но не сила. Шайба так гулко шлепнулась о борт позади ворот Спартака. Здесь можно играть, показывают арбитры. Хотя так на грани все было положение вне игры. Если будет возможность, да, если будет повтор момента вот броска Григоренко, просто обратить внимание, да, мы когда говорим про то, что киев техничный. А здесь просто одним движением принял шайбу и бросил. Говорит о том, что человек знает, что он делает, да, и как это делается. И все это определяется там мастерством, техникой, как ни называй. Ну, первая тройка ЦСКА вообще выглядит, знаете, образца середины регулярного чемпионата, когда вкатились и рвут. И вот моментами просто сказочные смены выдают вы и его партнеры. В общем, и другие сочетания армейцы стараются не отставать. Можно говорить, конечно, про то, что, да, там, команда под нагрузками, там, летний хоккей, но на самом деле сейчас уже слишком близко к сезону, да. И так проспишь сначала, может, это в меньшей степени относится к ЦСКА. А вот так вот проспишь сначала, и потом исправлять ситуацию по ходу сезона будет очень и очень тяжело. Поэтому сейчас команды, может быть, играют не в самых оптимальных составах, но, по крайней мере, они сейчас уже, ну, выходят из-под нагрузок и готовятся к сезону. Но Спартак понимает, что ему-то времени на раскачку не будет. Не будет, совершенно верно, совершенно верно. Как раз вот сейчас очки набраны, очки же они когда набраны? Они набраны в сентябре или в апреле, или там в феврале. Никакой разницы нет, это те же самые три очка. Просто если ты упускаешь эти очки в начале чемпионата, а потом набирать их становится все тяжелее и тяжелее, и травмы, и усталость накладывается, и соперники тоже борются. Станислав Черчесов здесь на ходе. Главный тренер сборной России по футболу. Так-то? Самое главное событие, видимо, спортивное сегодня в Москве, и даже тренер сборной команды России по футболу. Ну и Борис Петрович Михайлов. Ну, традиционно здесь, я видел, Борис Александрович Майоров тоже здесь, и Александр Якушев принимал участие в церемонии открытия, так что здесь действительно много, и интерес к этому турниру, как бы и с точки зрения зрителей достаточно большой. Ну и мы видим, что и огромное количество ветеранов пришло посмотреть за матчем Спартака и ЦСКА, ты сам начинал с этого, одно из самых принципиальных противостояний в советском-российском хоккее. Итак, у Спартака удаление, кстати, за нарушение численного состава, малый скамеечный штраф отбывает Хохолачев, второе большинство у ЦСКА в этом матче. Первое армейцы использовали, даже не дав сопернику до шайбы дотронуться. Сейчас спартаковцы вбрасывание выиграли, значит, потребуется как минимум время армейцам на то, чтобы вернуться в зону. Федоров и Зубов, которые выиграл вбрасывание, уже даже поменялись. У Краснобелых новая пара форвардов на льду, а у ЦСКА Светлаков, Попов, Акулов, Марченко на синей линии. И Робинсон. И Робинсон здесь такой классический вариант. Три нападающих и два игрока обороны. Робинсон сейчас за воротами. По ситуации оказался, хорошее, техничное, чистое катание спиной вперед, демонстрирует Робинсон. Как на аксель заходил практически. Робинсон, бросок низом, отпускает шайбу Гудочек, но там слишком небольшое расстояние. С Пиданом все в порядке, это он. В завершающей фазе мешал Попову там и четвертое, и пятое добивание осуществить. Ну, а Гудочек просто пока герой второго периода. Вот момент, пожалуйста, Попов перед воротами один. И вот тут уже Пидан зачищает пространство перед своими воротами. 54 секунды провели на площадке игроки. Ну, получается, второй спецбригады большинства ЦСКА. И вот после остановки сразу появляются на площадке Вэй Григоренко-Секач с Нестеровым и Капризовым. Вэй, ух ты, Кирилл Капризов исполняет, рисует. И снова считанные мгновения первой бригаде ЦСКА. В бригаде большинства требуется, чтобы использовала чистое преимущество. Вэй, чистую выигрывает убрасывание Аркалова. Шайба доводится на пятна к Капризову. И просто красоту Кирилл тут исполняет. Ну, и причем в первый раз, когда разыгрывали, тоже пытались сначала разыграть через Капризову. Тогда он сделал передачу на Вэй, она оказалась не точной. А здесь решил, что достаточно пространства у него для того, чтобы все сделать самому. Ну, и тут самая главная задача – это поднять шайбу. Да, и Капризов тоже очень технично. Опять же, принял, переложил, посмотрел, поднял в дальний верхний угол. Опять в притерку со штатами. Да, там вопросов к гудочеку немного. Он низ перекрыл, пытался оставить, ну, там, самое сложное место в оборотах. Но Капризов шайбу поднял и все сделал здорово, очень технично. И второе большинство ЦСКА, вторая заброшенная шайба, 2-0. Такое уверенное преимущество. Армейцев, созданное ими при игре в большинстве. Забросили две шайбы и сейчас укрепили свое преимущество после второй реализации большинства киевцев ЦСКА. Да, честно говоря, просто пугающее большинство армейцев в этом матче. Особенно вот первая спецбригада, которая словно по нотам вообще разыгрывает, не замечая соперника. Удивительно, конечно. А что удивительного-то там? Четыре игрока, которые, в принципе, могут завершить. Я говорю, этот соперник не позавидуешь, потому что, ну, слава, перекрышка Капризова будет Григоренко наваливать, да? Бросок у него великолепный. За Крошки Капризова с Григоренко там будет еще Секач. И Вэй, опять же, дать ему возможность, но он решит. Да и Нестерова тоже особо. И Нестерова в синей линии тоже всегда, пожалуйста. Бросать в синей линии не надо. Так что, да, это тот случай, когда действительно у ЦСКА достаточно много угроз в первой бригаде большинства. И кого из них перекрывать, но сразу не сориентируешься. А так сразу не сориентируешься, и вот сколько? На первую реализацию там 20 секунд, и сейчас тоже 30. Сколько? Ну да, с десяток. Ну что же, 2-0. Голы армейцев в большинстве пока делают разницу в этом матче. Собственно, похожей картиной в предыдущие годы наблюдалось. Красно-белые очень редко завивали соперникам в формате 5 на 5. При этом, в общем, в большинстве тоже голы давались спартаксам большим-большим трудом. Но опять же, ух ты, Далговинч увидел открывание Ганзола. Да, но не сразу выполнил передачу со второй попытки. Только удалось двинуть шайбу в том направлении, которое уже было безнадежно перекрыто. Там такой вещей, что Далговинч, Корсунс, вернее, не сразу даже и увидел эту возможную передачу. Потому что Ганзол там открывал, что очень здорово. Да, да, и на скорость. Нет, такое впечатление, что Далговинч видел ее. Но там сделать ее не так просто. Она и длинная, и шайбу подработать надо. Было, не получилось этого сделать. А так, действительно, Ганзол на скорости там на дальнем фланде открывался достаточно опасно. Цейска идет вперед. Попов с партнерами. После большинства тут идет круг смен, когда в таких... Может, до этого второй раз подряд появились Светлаков с Толчинским и Телегином. В одном сочетании сейчас с Капризовым и Акуловым играет Александр Попов. Может быть, это какие-то изменения, в котором, на самом деле, ну, я так думаю, что такие вещи отработаны. То есть мы говорили о том, что интересная связка Акулова с Капризовым поменяли им центральную нападающую в надежде на то, что у них, как бы, игра в атаке пойдет получше. Но может быть просто потому, что ЦСКА начинал матч в меньшинстве. Второй период начинал в меньшинстве и сейчас играл в большинстве, поэтому где-то на пересменке получается. И еще один хороший момент у Кирилл Капризова. Так получилось, что в двух сменах подряд у него моменты для того, чтобы забросить шайбу. Вот, с первой своей задачей он справился и сделал счет 2-0. Сейчас не менее хороший момент. Капризову создал Линден Вэй и бросал в дальний верхний угол. А Кирилл Капризов на этот раз недостаточно. Высоко поднял шайбу. Над щитком она шла, но ловушка себя подпраховала. Булочек и шайбу после того, сколько Капризово остановил. Я так еще пытался вычислить в этой паузе Попову столько же лет, сколько его партнерам по звену. Или все-таки чуть меньше. Доставил эту затею. 39 Попову исполнится в последний день лета. Не, ну у Акулова с Капризовым побольше. Детя на двое. Армейцы продолжают атаковать. Ничего удивительного в этом нет. Вэй с партнерами на льду. Киселевич подключился. Страхует здесь его Секач на синей линии. Но вот передача Иржи. Не удается. Вэй один. Пошел на троих. Бросок в дальний угол. Цыпляет ловушкой. И эту шайбу Гудочек две. Побывали в его ворота. Ну а сколько он вытащил. Да, такое впечатление, что в основном в втором периоде так тестируют ловушку Гудочек нападающие. В основном нападающие ЦСКА. И пока только с одним броском Гудочек не справился. Хохлочек на пятак. Да ловует. Сокращает отставание. Да, Хохлочек зашел в зону на скорости. Сохранил шайбу. Завелся за ворота. Дождался пока игроки ЦСКА. Соответственно, развернулся лицом. Собственные ворота. Мы не уследили за Талалуевым, который открывался за спинами защитников ЦСКА. На пятак. Бросок в одно касание. Ну и Спартак одну шайбу отыгрывает. Но это уже точнейший бросок от Талалуева. Прямо паутинку загоняет вот эту шайбу над ловушкой Сорокина. Причем пара моментов неплохих. У Талалуева это было. Да, и в первом периоде. И сейчас, в начале второго периода, в большинстве не смог он их реализовать. Ну и вот в середине второго периода Талалуев забрасывает первую шайбу Спартака. В сегодняшнем матче делает счет 2-1. И тут же момент у армейцев. И опять гудочек становится на пути шайбу. Телегин обнаружил себя перед воротами в убойной позиции. Бросил, но гудочек на месте. Причем да, вот во втором периоде начали Телегин, Талчинский и Светлаков выходить вместе. И они, кстати, уже пару моментов очень неплохих создали. Был момент у Телегина, когда они убежали из своей зоны. И сейчас тоже отличный отбор на чужой половине поля. И сумели вывести Ивана Телегина на бросок его партнеры. И бросок неплохой. Но в очередной раз свою команду выручает гудочек. Работы у него в втором периоде более чем достаточно. Ну и пока со всеми бросками, кроме броска Кирилла Капризова, врата из Продака справляются. Талалуев вот этим голом помещает свой игровой номер на табло. 2-1 ССК. Талалуева впереди. И вот сейчас забросил, так забросил. Причем забросил, так плей-офф он, да, ЦСК. Именно ЦСК. То есть серия была Спартака и ЦСК. Но, тем не менее, ЦСК два раза реализовав преимущество, забросил две шайбы и создал неплохое преимущество. И вот как раз бросок Талалуева это преимущество в половину сократил. И по-хорошему, по-хорошему, то, что происходило в первом периоде, то и продолжает происходить. ЦСК, безусловно, больше владеет шайбой. Можно сказать, что владеет инициативой. Но Спартак находит возможность для того, чтобы отвечать достаточно опасными контратаками на ворота ЦСК. Может, бросков у Сорокина не так много в равных составах. Но, тем не менее, бросок Талалуева цели достиг. И такой счет 2-1, но который не позволяет команде, которая ведет в счете, расслабиться. Все это усилиями большинства ЦСК и усилиями Талалуева. Ну и как бы нельзя не отметить передачу Хоплачева. Потому что здорово среагировал на движение своего партнера Александра Хоплачева. Такая выверенная передача, которая позволила половую его бросать сразу. И с этим броском Илья Сорокин справиться не сумел. Ну и Спартак забросил 5 на 5. Это важно отметить. Сталеров в ручном режиме расставлял партнеров по точкам. В итоге вбрасывание проиграло. И закончилось дело броском Корнаухова с вершинных кругов вбрасывания. Еще одно удаление будет у Спартака за задержку соперника Клюшкой. И что-то будет сейчас. Никонцев, да, отправляется на 2 минуты. Снова пытался он, ну, по-хорошему предотвратить момент, который создали партнеры Сергею Андронову. Момент предотвратил, но только ценой нарушения правил. Вот заработал у нас, да, связь на арене Мегаспорт. Но пока она с Марсом, судя по звуку. Это связь, такие космические шумы. Никонцев за задержку соперника Клюшкой на скамейке Штрафников. Столяров и Линдон Вэй и его спецназ на льду у ЦСКА. Тот же Столяров на точке, который вчистую проиграл предыдущее единоборство. И сейчас, ну, по крайней мере, шайба выходит из зоны. А тут еще и помчался к ней Денис Пуля-Кокарев. Первым настиг ее в чужой зоне. Дальше задвинул за ворота. И теперь нужно возвращаться. Секач с вершиной ближнего круга вбрасывания. На паузе кладет одного. Заставляет положить клюшку на лед Кокарева. Значит, находит продолжение, но опять же... Опасность просто сгущается перед воротами Спартака. Требуют шайбу болельщики ЦСКА. Но удается Зубову выбросить ее из зоны. Командует он партнером. Меняетесь! Я остаюсь. Григоренко через центр. На троих пошел. Шайбу сохранил. Короткая передача на Секача. Здесь как раз Зубов, прикрывавший смену партнеров, атакует Секача в момент приема шайбы. Не удается партнерам ее выбросить. В углу площадки должен быть Вей. Первым должен был быть. Но там Гончаров настоял на своем. И героические спартаковцы выжимают шайбу из зоны. Капризов на Вея. Не очень удобная передача, но Линдон разобрался и вернул шайбу Капризову. Тем не менее, снова она в средней зоне через 40 секунд. Никонцев появится. Но кажется, что время просто тянется. Как раз на белых в этом меньшинстве. Ну, с другой стороны, практически минут, чуть больше. Первая бригада большинства ЦСКА провела на площадке. После этого поехала меняться. Ну и таких опасных моментов у ворот-гудочек в этом большинстве было очень немного. Такие набросы и броски. Попытки бросков были. Но пока опасных моментов в этом чистом преимуществе у ЦСКА создать не получается. Дал Гринч очень накально просто взял и между ног Светлакова пробросил шайбу себе на ход. Прям с точки вбрасывание покатил. Там Светлаков его чуть-чуть притормозил. Ну, вообще просто раздел соперника на точке. Однако момент. Попов не стал бросать, а на пятак куда? Закатывался Акулов, двигал шайбу. Слишком точно тонкая передача не прошла. И в итоге снова отбросились спартаковцы. И впервые зрители слышат по ходу игры фразу команда «Спартак играет в полном составе». Но очень ненадолго. Здесь Акулов на скорости входил в зону Спартака. И на нем нарушили правила. И это Денис Кокарев. Буквально вот только что закончилось. Одно удаление у Спартака Никонцев появилось на площадке. И сразу же... Нет. Кокарева отправляют на две минуты или нет. Но, тем не менее, на входе в зону, да, нарушили правила спартаковцы на Акулове. И ЦСКА снова будет играть в большинстве. А это Столяров. Да, не Кокарева, а Столяров отправляют на две минуты. Две минуты. Задержка клюшкой. За задержку клюшкой Столяров отправляется на скамейку штрафников. Кокарев интересуется. А ко мне тогда какие были претензии? Но при этом удивительные дисциплины, конечно, сказали. Пошел. Уходить не хотел. Нет, а просто там... По эпизоду мне показалось, что зафиксировали подножку. А чуть раньше, видимо, была задержка. И поэтому Столяров отправился на скамейку штрафовом за задержку. А не Кокарев за подножку. Гонзал побился своем на точке. Гончаров снова вмешался. И Никонцев с Гонзалом в контратаку сбегает. И тут еще Гончаров никак не мог определиться. Подключаться ему на все деньги или все-таки не стоит в меньшинстве это? Ну да, для защитника такая вещь. Сейчас, с одной стороны, ты бежишь в атаку и создаешь численное преимущество. Без тебя эта атака 2 в 2 не такая опасная. А с другой стороны, неточная передача. И потом никто не вспомнит, что ты поддерживал атаку. И потом три соперника бегут в одного. Да. И ты как защитник, который должен вести оборону, выглядишь не очень, так скажем, хорошо. Нестеров оставляет Вэю. Тот мгновенно двигает дальше на Капризово. Капризов доставляет шайбу в зону. По борту на свободное место. Здесь она приходит Григоренко. И первая часть этой операции закончена. Армейцы закрепились. Шайбы в зоне начинают розыгрыш. Григоренко решил бросить из-под защитника. Однако тот заблокировал. Секач на Нестерово неточная передача. И вот, пожалуйста, оказывается, есть методы против армейского большинства у красно-белых. Дорогой ценой дался их поиск. Две пропущенные шайбы. Но, тем не менее, сейчас спартаковцы достаточно уверенно бьются за шайбу. Вообще у чужого лицевого борта. Да, убивает время. Так, да, у Гавинича и Федора по-хорошему секундочек-то 15-20 откусили от большинства ЦСКА. Но вот сейчас Мэтт Робинсон заточил шайбу в зону нападения. И ЦСКА приступает к розыгрышу. 18 секунд осталось от большинства ЦСКА. Картрис накрывал Светлакова. Шайбу не отобрал. Но зато здесь Пидан уже помешал Акулову. Шайба ударяется в заградительную сеть. Вбрасывание будет в зоне Спартака. 12 секунд до появления на льду Столярова. И ситуация такая. С одной стороны, 12 секунд это вагон времени. Да, при условии выигранного выбрасывания. Но, с другой стороны, спецбригада у армейцев. Сейчас снова выпускать Вэя с партнерами. Это значит выбиваться из ритма на концовку второго периода. И поэтому уже Андронова с партнерами отправляет Игорь Никитин на лед. Ну, здесь 12 секунд, да, время на пару передач и бросок. Торопиться, можно не торопиться, да. Но и на синей линии есть Киселеевич. Бросок у него великолепный. А Андронов в состоянии выиграть и бросать. Поэтому, что касается задачи довести дело до броска. Она не снимается. Есть кому, да, это сделать. А вот реализовать большинство, конечно, 12 секунд уже так вот. Разыграть что-то сложное уже тяжело. Ну, опять же, чтобы не нарушать этот цикл выхода троек на лед. Херсли выбрасывает шайбу. Правда, Дальбек принимает привет от соотечественника еще до своей синей линии. Собирал уже на льду. Спартак снова в полном составе. Три минуты семь секунд до окончания второго периода этой встречи. 2-1 ЦСКА выигрывает у Спартака. Похоже на нарушение. И это действительно так поднимает руку. Один из главных арбитров. Тернаухов нарыл или там, по-моему, правило нарушил. Да, за воротами юлился Будочек. Будочек ушел. И Спартаковцы, ну, пришлось им тут 4 минуты-то поработать. Поэтому даже вот просто эти 20 секунд в отложенном штрафе поиграть без давления, без страха ошибиться, очень даже полезно. Да нет, а если вспоминать большинство, которое Спартак разыграл в начале периода, там у Сорокина работы было более, чем достаточно. Таких, как бы, прям опасных и голевых моментов создавать у Спартака не получалось. Но там, тем не менее, 4-5 бросков, хороших бросков акцентированных в большинстве, Спартак нанес. И сейчас вот в конковке второго периода, 9.39 до окончания второго периода, и 2 минуты большинства у Спартака после ударения Тарнаухова. Здорово сыграл на точке. Кто там был Далговин, что ли? Да. Так, прям за счет силы рук выгреб шайбу. Она прилетела к Херсли на синей линии Патрику, и там бросать было неудобно. Все-таки Патрик человек зависимый. Ему уж нужно выкатывать, так выкатывать. Что сейчас и попытался сделать Карсунс. Опять без замаха, но все равно даже без стакавога. Шайба вот так все равно очень агрессивно начинает свой полет в направлении ворот ССК, но там Сорокин. Такой, я бы сказал, не сказал, чтобы прям бросок, а наброс в исполнении Патрика Керсли. Он видел, что Харсунс туда двигается, и поэтому бросал низом, чтобы нападающему было проще изменить направление движения шайбы после броска Патрика Керсли от синей линии. Но Сорокин надежно прижал щиток ко льду, и шайбу этим щитком не только остановил, но и зафиксировал. Ирия Сорокин на ваших экранах, ну, наверное, я не знаю, может, пускай это будет мое мнение, но лучшие российские вратари в континентальной какие на лиге прямо сейчас. А есть какое-то другое мнение? Нет, ну, там есть молодые ребята, но действительно Сорокин в последнем сезоне стал огромной частью. Во-первых, вратарь всегда полкоманды, да, и в успехе ЦСКА огромная заслуга. Ирия Сорокина как бы не хвалили оборону ЦСКА, но все равно в каждом матче вратарю приходится вступать в игру и выручать. Ты что там придумал, дал гвинш, пытался сотворить красоту, а шайба-то не покинула зону армейцев, Карсум сбросает. Он вставал на розыгрыш, и теперь трюк капризово пытается дал гвинш исполнить, но в отличие от ситуации с армейцем, его-то как раз накрыть успел Дальбек и помешать этому беспрепятственному броску в дальний угол. Чуть поменьше времени было, и у дал гвинша, и поднять шайбу не удалось. Было видно, вот как раз с нашей позиции хорошо видно, что Сорокин не просто низ перекрыл, он еще и блином как бы сделал движение в направлении шайбы, в направлении клюшки отдал гвинш, таким образом просто сокращая угол для броска, и в итоге этого платила. Протается искать, чтобы выручить свою команду. Никонцев добавил на вираже, пытался срезать угол и вырулить на ближнюю штангу, но не справился с управлением. Здесь очень тонко. Холочев на пятачке слишком много желающих как замкнуть передачу, так и распрепятствовать этому пасу, и в итоге красные отскочили. Но в этом моменте ДСК в полном составе 35 секунд до конца второго периода Спартаковцам не удалось численное преимущество использовать, но опять же понапрягали они. Ух ты! Холочев из-под давления. Пас практически слепой, но опять же не концовы накрыли. Да, Холочев под воротами так получается опасен. Причем очень. Ну а вот Путейкин ты просил? Да, бросок это даже не из дальней синей линии, а вообще из своей зоны бросок. Я тут еще в створ не попал. Холочев, да, очень неплох момент создает. В основном, вот там периодится. Секач ставит корпус, есть нарушение, показывает арбитр. И это нарушение на 2 минуты, насколько я понимаю. Да. Поскольку, ну, не владел там еще всякой шайбой в должной мере и явной возможности взять в ворота соперника, его не лишали соперники в этом моменте. Вишневский будет удален на 2 минуты, но так второй период подошел к концу, поэтому полные 2 минуты будет у ЦСКА на реализацию большинства с начала третьего периода сегодняшнего матча. Ну, а второй период закончился со счетом 1-1. Сначала ЦСКА укрепил свое преимущество, забросил вторую шайбу, но Спартак сумел ответить на это своей заброшенной шайбой. Первой заброшенной шайбой сегодняшнего матча в равных составах отличился Илья Тололуев в составе Спартака. Поэтому преимущество ЦСКА в одну шайбу созданная командой после первого периода сохранилось и после второго. Все авторы заброшены в шайб, и вот Тололуева не хватает ассистента, да, там, что опасный плачок-то ему из-за ворота великолепный. Да. А, выдал. Как минимум один есть. И вот как забрасывали шайбы, но сначала в моменты, в которых Гудочек справлялся, бросок капризового и добивание Робинсона. Здесь хорош. Станислав Георгий Черчесов одобряет. Еще момент. Заликвидирует у своих ворот Юлиус Гудочек. И вот первая бригада большинства. Выигранное бросование. Раз передача, два передача. И разбирается Кирилл Капризов, у которого, соответственно, отличился в составе Спартака. Ну и счет, который сохраняет и делает третий период весьма интересным. Напомню, что третий период ЦСКА в большинстве. Возвращаемся в Мегаспорт. Полторы минуты до начала третьего периода матча ЦСКА и Спартака в рамках Кубка мэра Москвы 2-1. После 40 минут игры ЦСКА впереди. Две шайбы забросаны в большинстве. Вый и Капризов. Шайбы в этом матче в равных составах. Второй период позади. Третий. ЦСКА начинает в большинстве. Причем ровно две минуты армейцев по броскам. 17-9 в пользу ЦСКА. Спартакский статистик. С одной стороны, опять же, можно поерничать. Где-то задержался в буфете. Но нет. Вот это больше похоже на правду. Действительное преимущество у ЦСКА в втором периоде было. Было достаточно серьезным. Хотя, опять же, мы так считали, что голевую, точнее, бросковую дорпу первого периода спартакцы выполнили чуть ли не в первом своем большинстве. Так что, наверное, все-таки все равно отходил человек. Ну, действительно, очень много активностей. Здесь и со зрителями играют. И живой оркестр заполняет перерывы. В общем, голова кругом идет. Да и, собственно, у вашего комментатора тут тоже запхедие произошло. Станислав Салатович, Станислав Георгиевич, он назвал. Но у меня баскетбол вечно в голове. Станислав Георгиевич Ирю, а, чем честно, Станислав Салатович. Вот, собственно, разобрались. Ура. Итак, третий период. И первая спецбригада большинства ЦСКА на льду. Вей Капризов, Секач, Григоренко и Нестеров в ответе за все на синий линии. Карсун, Старзиньш защищаются. Какой же Дарзиньш? Да, Угариньш. Защищаются у Спартака. Патрик Херсли. Вот уж не ожидал его белую клюшку увидеть в меньшинстве. И я к Прылову. Первая пара защиты статус здесь обязывает. Ну, кстати, что касается Патрика Херсли, может, можно было и выбрать более лучшую кандидатуру. Но, тем не менее, люди, как правило, люди, которые играют хорошо в большинстве, они понимают, что соперник пытается сделать в большинстве. И поэтому в меньшинстве тоже действует очень неплохо. И со своими задачами, ну, в данном случае, четвертой меньшинства, Спартака в начале третьего периода с участием Патрика Херсли справилась неплохо. И в итоге отличиться в третий раз в этом матче спецбригаде, первой спецбригаде ЦСКА не позволило. А сейчас уже другие игроки в составе ЦСКА на площадке. Ну, собственно, как и обороняющиеся игроки Спартака, тоже уже успели потом смениться. Надо спартаковцам втянуть соперника дляскую борьбу у борта. Секунд 20 потребовалось армейцам на то, чтобы шайбу от него отклеить. Заходили на цель, но пас Сокулова не прошел на партнера. И опять у борта идет борьба. И здесь уже Марченко не успевает закрыть ближний борт. Шайба выходит из зоны еще 30 секунд. ЦСКА будет играть в большинстве Светлаков. Ошибается передача зубов. Там под него достаточно грамотно подкатывался. Событие не форсировал, не выбрасывался, как на пожар. Подъезжал, подъезжал, сокращал между собой и соперником расстояние. И в итоге перекрыл все возможные углы. То есть привело к тому, что вот сейчас спартаковцы посылают из своей зоны привет Сорокину и ждут Вишневского с распростертыми объятиями. Правда, у Мамина еще есть время на то, чтобы пробежаться, сделать эту передачу и Андрома 3-1. Отличная атака в исполнении ЦСКА. Прямо под заново из большинства. Я так думаю, что уже формально-то время закончилось. Но дело, что Вишневский не успел присоединиться к своей команде для введения обороны. Тем не менее, еще одна ситуация, в которой нельзя не обратить внимание на передачу. Передача под завершение. Передача от Мамина достаточно сильная, чтобы она прошла. Достаточно резкая, чтобы заставить вратаре двигаться. Да, и не успеть переместиться фактически. То есть здесь секундочку, может, ты успел переместиться, но с ловушки среагировать уже не успел. Ну и тем не менее. И передача отличная под завершение. Это уже без вопросов. Если она доходит, там надо бросать. И Андронову пришлось подстраиваться. И передача достаточно сильная. Поднять шайбу в такой ситуации не так просто. Но Андронову это удалось. И в ближний верхний угол капитан ЦСКА отправил шайбу в обороны Спартака. И сделан все в 3-1 в пользу ЦСКА. Ликует хоккейная Пенза, где начинал свой путь в хоккей. Сергей Андронов, капитан ЦСКА и обладатель Кубка Гагарина. 3-1 ЦСКА впереди. А Спартак летит в контратаку. Но Талгович не исполняет вот эту поперечную передачу на Ганзла, который отчаянно рвался вперед, поддерживая атакующий порыв партнера. И Мамин безнадежно загублен. А Спартака все такое впечатление, что уже подсознательно решили самое страшное позади. Сейчас будем играть в полном составе. Появляется третий защитник. Там нужно перестраиваться как-то. Может быть вот утратили бдительность в этот момент. И как раз Мамин наказал. Активно пошел в зону. Дальше оценил ситуацию. И действительно великолепную передачу на Андроновой сделочке. Снова плюс 2. У ЦСКА формально не в большинстве. Но тем не менее. И Зубов по ближнему борту затаскивает шайбу в зону. Хохлочев. Ну, немного вариантов у него было. В Дании не проходило. Там все было перекрыто. Ближним находился Сорокин. Тем не менее. Хохлочев по крайней мере пытался. Первый момент. Был ворот Сорокина в третьем периоде. До этого был момент, наверное, получше. Выход 2-1 все-таки. Но с некоторыми условиями можно вообще назвать голевым моментом. И передача у Тау Гавиниша не получилась. Здесь все просто здорово. Сделал Дальбек с одной стороны. Попытался отнять пространство у Далгейншера, чтобы тот не бросил сам. А во-вторых, клюшкой перекрыл линию передачи. И в итоге перехватил эту передачу. Ликвидировал опасный момент у ворот ЦСКА. Нельзя не отметить отличные действия защитника. ЦСКА Дальбека в этом эпизоде. Который сейчас на площадке, кстати, шея без ворот. Ну да, слушай, он 4 метра, считай, перекрыл ногами с лезвиями плюс клюшкой на вытянутой руке. Вот, собственно, и все. Ну просто да, бывают такие штампы или шаблоны используют. И на самом деле не только комментаторы, но и игроки тоже, да. Там взял Дальнего за ближнего, отвечает вратарь. Или наоборот, пошел на ближнего за передачу, отвечает вратарь. Здесь Дальбек попытался перекрыть всех, да, в ситуации. В не очень хорошей ситуации для защитника и сделал это. Молодец. А сейчас проброс. Попытка такой диагональной передачи через всю среднюю зону от игрока ЦСКА, которая оказалась не точной. И в итоге шайба пересекла все линии. И проброс. Брасывание вернется к воротам Ильи Сорокина. Итак, Секач не спеша возвращается к точке вбрасывания, давая себе и своим партнерам несколько секунд, чтобы перевести дыхать. Спартаковцы вбрасывание выиграли. Аркалов из-за ворота выезжает. Обыгрывается с защитником. Наброс в сторону воротам. Подставляет Спартаковец клюшку, но шайба до Сорокина даже не долетает. Игрегоренко делает то, что требуется партнерам и ему самому. Он форсирует красную линию по воздуху. Отправляет шайбу Спартаковскую зону, давая возможность всем, без исключения, игрокам поменяться. Смотрю, Цыплаков появился на площадке в составе Спартака. Честно говоря, не видел его в первых двух периодах. Но вот сейчас он в четвертом звене со Злобиным и Аркаловым вышел на площадку. Ну да, 13-м нападающим Максим Цыплаков был заявлен на эту встречу. Вначале мы его не представили. Но вот именно он подставлял клюшку под наброс партнера в предыдущем эпизоде. И снова был он на месте событий. Так, вбрасывание сейчас в Спартаковской зоне. Кулина договаривается с Поповым, видимо, об автографе после матча. Так они играли вместе в Омске. Ну да. Так что перекинулись парой фраз на предсезонном турнире. Вполне допустимо, может, по-другому и с лишним раз спросили, как дела. Как это, друзей нету. Но это между свистками. А когда свистки-то, как раз, когда остановка игры, почему бы и нет. Андродов с партнерами на льду ЦСКА, Нестеров тут демонстрирует технику дважды, уходя от целых приемов. Так его мечтал поймать Кончаров. Корнаухов с пятака. Шайба залипла перед гудочеком. И Корнаухов оказался тут, как тут. С мясом буквально запихал шайбу в ворота. 4-1. И снова наброс от Мамина, кстати. Мамин получат в двух заброшенных шайбах ЦСКА в третьем периоде. И учитывая, что прошло с начала всего меньше 5 минут, да, 4 минуты и 53 секунды. Так весьма эффективно действует в начале третьего периода Максим Мамин нападающий ЦСКА. И здесь, да, наброс Кудочек остановил шайбу щитом, но найти ее быстро не сумел, чтобы накрыть. А она оказалась там сантиметров 20 от щитка. И Корнаухов сумел протолкнуть ее под воротарем. Спартака в ворота Юлиуса Кудочека. Ну и, собственно говоря, 4-1. Уже такое серьезное, хорошее и комфортное преимущество ЦСКА в пятой минуте третьего периода. Да, она оказалась прямо под воротарем в слепой зоне. Обзор там не идеальный. Из маски и слишком поздно увидел ее Гудочек Корнаухов, который накатывался на пятак. Как раз именно в поисках этого обскока быстренько переправил ее в ворота. Ну что же, за 5 минут в третьего периода армейцы делают большое дело. Забивают дважды, причем в игре 5 на 5. Но если там с определенной натяжкой мы говорим про третью шайбу, то тут как раз уже чего спорить-то. И еще один бросок от Дальбека. На этот раз Гудочек шайбу ловит намертво. Телегин был там. Телегин выиграл борьбу за позицию. Телегин был лицом с воротом. И, собственно, этот Телегин Светлак вернулся. Но буквально меньше минуты назад Мамин показал, что наброс на ворота всегда неплохое решение. Ну и здесь наброс от Дальбека. На этот раз Гудочек уже не дал отскока перед своими воротами. Шайбу зафиксировал, соответственно, у Светлакова. Как бы он ни старался помешать увидеть, момент броска не получилось. Ну и отскока не было, соответственно, и додевать было ничего. Ну вот Вэй был на точке Григоренко. В таких ситуациях, как правило, располагается за спиной центрального нападающего с возможностью бросить прямо с вершины круга вбрасывания. И Вэйу чисто выиграть вбрасывании не удалось. Закатившийся в круг Секач все равно как раз двигал шайбу в направлении Григоренко. Тоже такой наигранный момент абсолютно. Еще одно подтверждение того, что вбрасывание, хотя статистика индивидуальная, но единоборство коллективное. Да, Секач левым флангом входит в зону. Григоренко разворачивает корпус, ищет передачу центра. Дальше вот такой реверс оставляет на ближней штанге. И были там игроки ЦСКА. Да, контратака Спартака. Хохлачев смещается в центр за счет катания. В борьбе тем не менее производит бросок. Но все равно через клюшку Марченко, который не позволил себя переиграть, усадить на пятую точку. Сохранял позицию и продолжал, продолжал, как начал мешать, несмотря до всей его ухищрения. Да, молодец. В последний момент сумел клюшку сунуть, помешать броску Александра Хохлачева. Бросок капризово. Киселевич уже из-за плоскости ворот может быть с Ваяка. Рядом пытался положить от кого-то из игроков, толпившихся на пятаке. Продолжает армейца атаковать. Ух ты, Марченко. Тончайший пас. Может быть, исполнение чуть-чуть подвело. Если бы вот поменялись ролями в этом эпизоде Марченко и Акулов. Акулов бы отдавал, а Марченко замыкал. Но, наверное, бы и счет на табло поменялся. Я думаю, что если бы у Акулова была клюшка правого хвата, да, так как правый хват был, ему было бы проще. А так передача, ну, в некоторой степени Антонов сказал, да, что плохих передач не бывает. Это да. Хорошему игроку нельзя отдать плохую передачу. Там лучше, так сказать, доверить у тебя шайбу на пятаке, обрабатывай, забивай, бросай. Таких шансов много в игре, да и в сезоне-то много не бывает. Поплыли немного спартаковцы после армейского дуплета на старте третьего периода. И вот уже практически безостановочно атакуют красно-синие. Вел клюшку Гончаров, но успел съездить туда, в угол площадки, подобрать ее. Бросок перемещается. Гудочек, может быть, не получился, каким хотел и видел этот бросок в своих мыслях Нестеров. Тем не менее, все равно пришлось Гудочку перемещаться, реагировать. И справился с этой задачей спартакский голкипер, который, несмотря на четыре пропущенные шайбы, претендент на звание лучшего игрока мэча составит своей команды однозначный. Я бы подумал, знаешь, о чем хотел бы узнать. Вот такой вопрос, чего бы я хотел узнать. И мне было бы очень интересно узнать, что же сказали тренеры ЦСКА в перерыве своей команды. Потому что в третьем периоде, ну, скажем так, пара таких опасных выпадов у Спартака было. Но в целом ЦСКА полностью владеет преимуществом и очень много времени проводит в зоне Юриуса Гудочка. Ну и, собственно говоря, две заброшенные шайбы уже к пятой минуте было на счету игроков ЦСКА. И сейчас преимущество действительно выглядит большим не только по счету, но и по игре. Но с другой стороны, на протяжении уже нескольких последних сезонов мы замечаем за армейцами способность грамка раскладывать силы по дистанции матча и прибавлять по ходу, проводить каждый следующий период лучше предыдущего. И рано или поздно соперник под этим натиском начинает плыть. Может быть, как раз нечто похожее мы и наблюдаем как раз именно по ходу этого матча. Не исключено, но сейчас все-таки, да. Сейчас команды, по крайней мере, должны быть в похожих физических состояниях. Если мы где-то можем говорить о преимуществе ЦСКА в физике, ну, вот традиционно, действительно, команда, которая много играет в атаке, много двигается, это требует определенной физической подготовки, то сейчас и Спартак тоже готовится к началу сезона. Вряд ли команда там... Спартак должен подходить к сезону во всеоружии. Времени на раскачку не будет у красно-белых очки. Нужно будет набирать сразу с первых матчей регулярного чемпионата. У ЦСКА ситуация немножко другая, но, опять же, да, вызвана, во-первых, моделью игры хорошей готовности, а во-вторых, но, опять же, конкуренция из-за места в составе, потому как опыт прошлых лет нам показывал, так профилонишь одну игру, и все, потом сиди, жди, своей очереди. Это да. Ну и мы говорили уже, да, что у менеджмента ЦСКА удалось сохранить состав чемпионский, без так, серьезных, без серьезных изменений. Ну и понятно, я как бы говорил, не знаю, насколько это понятно, но человек, игрок до первой победы и после нее, это немножко разные игроки. Потому что однажды добравшись до конца, до последней игры сезона, и одержав победу, ты уже не соглашаешься на что-то меньшее. И это порой очень сильно меняет хоккеистов. Телегина подстрелил Кутикин, и скорчившись от боли, отправляется Телегин на скамейку запасных. Ну, может быть, там шайба еще не успела набрать максимальную скорость, там небольшое было расстояние, а тут провозит шайбу за воротами. Аркалов не хватает ему резкости на этой гараже, чтобы завести шайбу в ворота. Тем не менее, на пятак он ее доставил, но там запихать не позволили в ворота. Причем мне показалось, что Лобин добрался до шайбы на пятаке, но она была очень близко к щитку Сорокина, и поднять ее там не было никакой возможности. Ну, и Сорокин воспользовался случаем, и шайбу зафиксировал, да, такой очередной выпад спортака. И снова шайба доставляется на пятак, куда двигаются сразу два игрока. Спортака не так просто с ними справится, и в итоге хороший момент. Все качновые тот выцеливает дальний левый относительно гузочка верхний угол ворот, но сбивают бою помешатель. Тем не менее, такая быстрая и неплохая атака. В очередной раз нападающие первой тройки ЦСКА показали неплохое взаимодействие, ну и в конечном итоге в ее не хватило пространства, для того чтобы нанести хороший прицельный бросок. Защитник спортака сумел помешать, но тем не менее, атака хорошая, атака организованная, атака из собственной зоны, достаточно быстрая, которая закончилась хорошим моментом для броска Вэя, и здесь можно отдать должное и защитнику спортака, которые в конечной фазе этой атаки сумели накрыть образцов центрального нападающего первой тройки ЦСКА. Хорошая новость. С Телегиным вроде бы все в порядке, по крайней мере, в раздевалку он не уходит. Видно, что ему больно, видно, что он испытывает определенный дискомфорт, но тем не менее, пытается вот оценить масштаб и характер повреждений и, суть по всему, готовится возвращаться на лед, не пропуская ни единой смены. Иван Телеги, опять же, там очень подвезло ему, что шайба вот только-только вылетела, а здесь момент у Григоренко. Низом не удается поднять с неудобной, однако и гудочеку до шайбы добраться пока не удается. А может смешались в кучу игроки обеих команд, шайба выскочила, и все, что здесь придумал, не очень понятно. И тут уже гудочек тигром на эту шайбу прыгнул и прижал ее к льду, потому что происходящее уже начало его явно утомлять. Да-да, непростой отрезок для обороны Спартака и вратаря. И снова, я думаю, что гудочек просто быстро пытался довести шайбу до ворот Спартака, ну, соответственно, побороться там. А может быть, прострелил вращать на то, что Григоренко сумеет хотя бы вытянуть клюшку. А так, получается, вот три очень неплохих момента в одной смене создали. И это еще не считая тот момент, а самый первый момент, да, когда бросок вея заблокировали. Так, хороший отрезок уже не первый в исполнении первой тройки нападения в ЦСКА. И снова после вбрасывания с вершины круга накатывается нападающий Акулов на этот раз и бросает по воротам в игре. И уже момент у противоположных ворот. Копают Спартаковцы и выкапывают этот драгоценный клад. 4-2. В предыдущем эпизоде злобину это не удалось сделать, но с другой стороны увидели, да, заброшенную шайбу Карнаухова из-за Спартака. И... А чем бы хуже, по-другому? Совершенно верно. Доставляют шайбу на пятак к воротам Сорокина, а там вопрос-то первый к ней успеет. Понятно, что обороняющиеся игроки имеют чистое преимущество, но с другой стороны на спорости сейчас нападающего остановить не так уж и просто. И в результате здесь хороший момент был у Дау Гавинши перед этим. Но, тем не менее, оставил шайбу на пятаке. Партнеры поборолись, не позволили игрокам ЦСКА вывести ее с собственного пятака. И вот так выкатываясь из-за ворот, сумел буквально махнуть плюшкой Дау Гавинши. И отправить шайбу в ворота ЦСКА, делая счет 4-2 в середине третьего периода. Похоже, там все-таки Ганзел переправил. Далгавинш как раз занял идеальную позицию для арбитра, чтобы зафиксировать пересечение шайбы линии ворот. И, собственно, зафиксировал. 4-2. Еще более демонстративнее тогда, да? Когда там Мамин доставлял, Карнаутов добивал, здесь Дау Гавинши доставлял, а Робин Ханзел добивал. И тут тоже две заброшенные шайбы с такого расстояния, там, до линии ворот. Сантиметров 50-60, да. Мамин два гола уже соорудил. И снова с его передачки начинается суета перед воротами Кудычка. Да, это тоже выбрасывание в чужой зоне. И подключение Робинсона тоже. Бывает, что и по эпизоду сам подключился, и Мамин на это среагировал. Но велика вероятность, что такие моменты, по крайней мере, если не наигрываются, то обговариваются. И хорошее подключение Робинсона, которое закончилось, опять же, набросом на ворот Кудычка, после которого Спартака зафиксировал шайбы. Итак, 4-2. ЦСКА впереди. Спартакцы снова сумели забросить при игре в равных составах. Что по голам 5 на 5. Ничья 2-2. Залипает шайба на пятаке перед воротами Кудычка. И не удается Пидану ее вывести оперативно через дальний борт. Вообще такая себе идея выводить шайбу. Но когда ничего другого не остается, можно попытаться. Однако там закрывает зону армейский защитник. Марсель Ибрагимов это был. Снова шайба приходит на пятак перед Спартаковскими воротами. Снова там жарко. И вот в этой ситуации уже не мудрство и лукаво просто на пробросы ее выносит Спартак. Ты, я знаю, одобряешь пробросы в любой ситуации. И даже если до этого пришлось очень непросто. Главное, чтобы шайба уходила от ворота. Ну да, в некоторых ситуациях, в определенных ситуациях, как сейчас, когда Спартаков приходится обороняться, вот такой вот перерыв, пускай даже невозможность произвести смену, но, во-первых, это успокаивает для тебя и соперника. Поэтому, я говорю, я в некоторых ситуациях, когда вот идут, идут атаки, как сейчас, на вороту Кудычка. Проброс, ну, не может быть плохим решением, просто потому что это остановка игры. В той ситуации, когда ты вынужден обороняться и смены в смену, и в смену и дальше. Сейчас вот вывели, спокойно сменились, а уже все вроде как в порядке. Столиров с партнерами на льду у Спартака Киселевича. Выжимают к его синей линии Спартаку с усилиями Федорова. Кулик за воротами, но там уже Секач пошел в борьбу. И здесь уже Григоренко мешает начать атаку. До Федорова шайбы доходит, он находит отличное продолжение. Никонцев под бросок, и вот теперь Сорокин. Сорокин своей ловушкой и останавливает опасный бросок по своим воротам. Вполне сейчас спартаковцы могли обеспечить нам всем интригу и огнедыщую концовку. Но Сорокин пока против. Кулик вкладывает шайбу к Далговинчу, но под давлением Попова Далговинч. Находится Попов здорово так поймал движение соперника и был рядом. Был рядом, помешал Далговинчу придумать что-то в этом эпизоде. Но, кстати, в некоторой степени вот эта вот быстрота перехода от обороны к атакующим действиям, да, я бы сказал, что это характеристика всех команд Змарка. Да, вот как сейчас Федоров принимает шайбу в своей зоне, там, условно говоря, в районе круга выбрасывания. А два нападающих уже набирают скорость в средней зоне. Если эта передача проходит, отсюда можно создавать очень много угроз воротам соперника, что Спартака пытается делать таким, я бы сказал, с переменным успехом сегодня в матче против ЦСКА. Рылова подключают на дальнюю штангу, зовущая передача и снова там пытается запихать шайбу в ворота латышский дуэт. Но армейцы шайбу вывозят и уже каприза в контратаке. Тонкую передачу на Акулова Кирилл придумывал, но до Константина шайба не доходит. Зубов свеженький, выскочившийся со скамейки, но он один. И в итоге передача в контратаку для армейцев. Получается Капризов отправляет туда Андронова, сам едет меняться. Но вот сейчас такой совсем уже дезорганизованный немного хоккей пошел. То одни, то другие. Вышедший на смену, единственный нападающий ждет, а когда его, собственно, поддерживают партнеры. Да, совершенно логично. Тогда нет возможности смениться организованно. Так и получилось. Сначала Зубов был один, теперь Андронов. Марин на Корноуховой не попадает. И попадает в ворота 15-й номер ЦСКА. Мамин чуть ассистентский хитрик не оформил. Да, и снова все сделал для партнера. И здесь не сумел подстроиться под шайбу Корноухов. Так она не совсем ровно шла, такое впечатление. Поэтому бросок не получился. Но с другой стороны там такого сильного броска ей не надо. Было. Корноухов сегодня один раз уже отличился с передачи Мамина. И сейчас имел тоже неплохой момент, чтобы увеличить счет своим заброшенным шайбам и счет на табло. Вот это Ибрагимов сейчас дал, конечно. Но и следом шайба улетает на трибуны. Надеюсь, там никто не пострадал. Да, шайбу извлекли. За голову никто не держится. Пронесло. Надо такой неприятный ликошет для болельщиков. Ну, а у Корноухова была неплохая возможность. Здесь и Робинсон быструю передачу сделал. Ну, и Мамин. Да, так она подпрыгнула шайба. И Корноухов, конечно, пытался прямо на точность здесь. Так, чтобы ворота ряло вообще особых шансов не было. Ближний верхний угол. Ну, то, в общем, исполнял. Нормально к нему шайбу пришла, просто не попал. Ну, да, поднимал. Там, может, и не надо было. Вполне на силу бы хватило. Если мимо ворота ряда, то она, скорее всего, была воротка. Ну, так, в третьем периоде команды с удовольствием обмениваются. Опасными моментами и на опасные результативные атаки ЦСКА. И Спартак находит, что ответить. Так, еще чаще приходится вступать в игру Илье Сорокину. Мы так посчитали, да, четыре броска в первом периоде. Возьмите, которые вошли в статистику. Опять во втором. Ну, и в третьем периоде работа у него достаточно. Один раз с броском Робина Ганзела. Сорокин не справился. Но, тем не менее, его команда сейчас ведет в счете с отсчетом 4-2. За пять минут в 14 секунд до окончания третьего периода игры между Спартаком и ЦСКА на Кубке Морана. Вот так, возвращаясь к повторам тех опасных моментов, которые нам показывали. Никон с прямых рук какую-то подкидку неудобно сделал под бросок Гончарова. Но, кстати, шайба же, она хоть и с прямых рук, да, и это не хочу сказать, что это просто. Но, с другой стороны, шайба же движется, да, со скоростью игрока. Но, поэтому так поднять ее вполне можно. Телегин на льду. Возвращаясь к тому моменту, когда заблокировал бросок Кутейкина. Все в порядке с Иваном. Теперь об этом можно говорить уже совершенно точно. Кстати, я не уверен, что это его первое появление на льду после того инцидента. Поскольку, опять же, буквально минуту спустя очень активно диагностировал свое состояние Иван Толчинский. И так, в третьем периоде все чаще включает свою скорость. Идет в обводку. Да, пока, может быть, невысок КПД его действий. Но, по крайней мере, они привлекают внимание. Карс Омс не позволил Булжиевский себя продавить. И Григориан комчится на рандеву с гудочеком. Иван Юлиус оставляет «Спартак» в игре на концовку. Да, и причем вот предыдущая атака, которую завершал Корнаухов, такая быстрая в исполнении ЦСКА была с очень непростой передачей от Робинса на выходе зоны. А здесь Нестеров. Так сориентироваться, передача на прямая передача на Григоренко не проходила. Она просто не проходила, потому что там было сразу два игрока «Спартака» на линии передачи. Но Нестеров сумел сориентироваться и на свободный лед от борта отправил шайбу. И она пришла на движение прямо к Григоренко, который имел неплохую возможность, ну, по крайней мере, для броска, что он и сделал. Но гудочек в этой ситуации свою команду спас. Григоренко автор первой заброшенной шайбы в сегодняшнем матче. Дальний бросок его в большинстве вывел армейцев вперед в первом периоде. Хоть и Эйкен на Хохлачева, но тому Григоренко и Блужиевский помешали продвинуться дальше. Четыре минуты до конца третьего периода. 4.20 ЦСКА выигрывает. И «Спартаковцы» такое впечатление, что втыкают пятую передачу, включают максимальные обороты и пытаются действительно дать концовку этого матча, чтобы попытаться спастись или хотя бы, хотя бы обеспечить зрелище. Яркая на последних минутах этой встречи Григоренко. Сфорсирует синюю линию. С Секачем получается очень длинная стенка. И вот здесь неудобная мгновенная такая вертикалка практически у Григоренко. Конечно, шикарный бросок. Причем вот действительно для броска, как мы сегодня увидели, у Григоренко не бывает неудобных ситуаций. Из-под себя, пожалуйста, с неудобной на мгновение ока просто пуля вылетает. Ну да, и важно, что игрок сам это знает, понимает. И понимает, что партнеры выводят его на ударные позиции именно для броска. Увидишь передачу, ради бога отдашь. Но на самом деле, когда есть хорошие, очень часто приходится видеть. И на самом деле, и в сегодняшнем матче, когда вроде как вышел на ударные позиции, бросая, попадаешь там в дальний верхний угол, там или сильно над щитком, она зайдет, никуда не денется. А игроки выбирают другие продолжения. Но вот Григоренко действительно, у него с броском все хорошо. И видно, что она-то неплохо понимает. Даже в этой ситуации, да, поднимаешь, куда сложнее вратарёв. Здесь попал в шлем, попал в маску Юлию Сугудочку. А шайба пошла бы над ловушкой. И куда тяжелее пришлось бы вратарёв Спартака в этом эпизоде. Попов на точке вбрасывания своё единоборство Аркалову проиграл. Накрывает Марченко Злобина. Но Злобин находит продолжение. Там как раз Аркалов поддерживал это наступление. Но оно заглохло. Акулов дальним бортом, правым флангом входит в зону. Константин Акулов, когда же уходит от Гончарова. Передача на пятачок. 5-2. Ну вот как раз Попов Кулику продолжал рассказывать анекдот. Заговорил и ушкальзнул именно от Кулика. Ветеран отечественного хоккея. И пятая шайба. Влетает в ворот Спартака. Такое впечатление, да, что игроки ЦСКА в любой ситуации знают, что кто-то движется на воротах. Причём, как правило, на скорости. И здесь Акулов вошёл в зону. Вроде бы никакой опасности нет. И не уследили за Поповым на пятаке перед своими воротами защитники Спартака. Там многое не надо. Принять шайбу Кулик, скорее всего, не позволил бы, да. И возможность для броска тогда Александр Попов упустил. А здесь одним движением бросил. Попал в дальний угол. Ну, я говорю, и здесь вот та ситуация, в которой Кудочек ничего и не мог сделать. Она могла пойти не так в притирку со штангой. Тогда бы были бы шансы справиться. А здесь мимо воротаря и фактически, я думаю, на движении, на перемещении после передачи. Юрий Васильевич увидел шайбу, когда она оказалась в воротах в Спартаках. Пятый раз в сегодняшнем матче. Удаление в составе ЦСКА за подножку. Игрок армиица сейчас отправится на две минуты. Вот так просить Робинсон. Там вроде был вовлечен в этот инцидент. Но Робинсон делает вид, что он вообще абсолютно ни при чем. Робинсон и Максим Мамин. Так, правильно, делается. В итоге Мамина удаляют. Причем он так ехал мимо главного арбита. И так кивнул, типа, ну ладно, подножку, значит. И я тебя услышал из этой серии, что-то ЦСКА будет играть в меньшинстве. Далговинш снова здорово играет на точке. Но любопытно, что центральным значится Ганзелл в этой тройке. А на вбрасывание в левом круге встает Далговинш, а Фраун Харф. Но в большинстве, по крайней мере, такая ситуация. То, что праворуки или валуки, да, в разных кругах, это понятно, выгребать удобнее. Да, там с лопаты выгребать удобнее. На фланг игрокам с разным хватом. А то, что, да, центральный нападающий не встает на вбрасывание, действительно весьма любопытная ситуация. Но хотя мы видели пару раз, когда мы обращали внимание на Далговинш, на вбрасывание, он свои вбрасывания выигрывал. Ну да, это опять же за счет силы рук в такой ультимативной манере без шансов для соперника. А здесь Телегин на опыте и хладнокровии просто отправляет шайбу в тот участок площадки, где нет вообще никого. И вот так вот спартакский энтузиазм в концовке, конечно, гол Попова сколько подорвал. Но все равно есть что доказывать. Тринскому штабу игрокам красно-белой команды, которая сегодня волею судит белых красных. Опаньки, а сейчас еще и убежит Толчинский. Нет, все-таки не пустили. А его к шайбе Кутейкин там корпусом сыграл. Через 40 секунд ЦСКА будет играть в полном составе. Но главное, что пока никаких угроз ворот на соперника спартаковцы создать не могут. Вот Никонцев, такие две пушки на синей линии у Спартака. Кутейкин и Херсли. Да, но Толь Берегут на регулярный чемпионат. Вообще в этом матче мы не особо видели, не особо обращали внимание на такие сильные броски от Херсли и Кутейкина. Ну, Херсли ни разу не бросил так, как он умеет. Были два броска без замаха и Кутейкин, но тоже его либо накрывали, либо он не бросал. Либо, вот как в случае с Телегиным, Иван этот бросок заблокировал. Нет, я к тому, что, ну, как бы, если когда есть такие защитники, да, то когда не получается или когда надо немножко торопиться, то их можно использовать. Но мы пока видим, опять же, предсезонный турнир, может, другие вещи пытаются наиграть хоккеисты и тренеры Спартака. К этим-то броскам Херсли и Кутейкина всегда можно вернуться, собственно, да, и они туда не денутся. Ну что же, ЗСК играет в бонум составе, Мамин появляется на льду, а вот еще одна ошибочка, и Аркалов не попадает. Ворота напарил здесь Корнаухов Херсли, покатил на пятак, но вот возвращается на синюю линию, опять без замаха, но, тем не менее, такой плотный бросок. Получается у Патрика Спартаковцев пятером против пятерых армейцев, продолжает действовать. Гудочек не меняется, 4 секунды до сирены. Ну что же, ярким, результативным получается первый день. Розыгрыша кубка мэра Москвы, пять шайб увидели зрители в матче Миргидинамо и Витязем, 4-1, белоголубые победили. Ну а вечером целых семь шайб заброшенных, мы увидели 5-2. С ЦСКА побеждаем Спартак. Ну и да, совсем немножко времени, да, 4 секунды остаются до окончания. Теперь уже можно сказать матч, тут три шайбы. Какая разница в счете между ЦСКА и Спартаком, ну и даже в этой ситуации не снимай. Но вот бросок Кутейкина мы все-таки увидели. Да-да. Да, выигранное вбрасывание и хороший, причем и бросок хороший. То есть то, что собирали сделать Спартаковцев из Кутейкина на бросок, то и удалось сделать. И бросок в дальний верхний угол. Ну а вот здесь вот так, ловушки Сорокина хватило быстроты и самому Муртаю реакция для того, чтобы справиться с этим броском защитника Спартака. Ну а вот при игре в разных составах Ганзул, как ничем не бывало, на точку выходит. Не отдает это на откуп, под бросок становится Кутейкин. Ганзул прямо из точки пытался бросить по воротам, потому что осталось всего 0,7 секунды. Только что же. 5-2. С одной стороны, уверенная победа ЦСКА, с другой стороны, вот абсолютно не вея от этих двух пяти со Спартакской стороны безнадёжной. Команда играла живо, команда играла весело, и команда временами создала сопернику проблемы. Есть над чем работать, безусловно, но стартует Спартак не с нулевой ответ. Да, да и если вспоминать, то в третьем периоде, пускай в начале третьего периода, сумели обеспечить преимущество себе уже такое достаточно спокойное хоккеисты ЦСКА, забросив две шайбы. Но, тем не менее, Спартак и после этого играл, и создавал моменты, и имел шанс приблизиться в счёте. Так что достаточно такой великолепный, интересный и боевой хоккей мы сегодня посмотрели в исполнении Спартака и ЦСКА. Авторы заброшенных шайб на ваших экранах. Одна заброшенная шайба была в первом периоде, автором её стал Григоренко. Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Ну и в третьем их вообще было четыре. Причём ни одной шайбы пустые ворота, все сыграли. Но всё-таки пыл Спартаковцев остудила окончательно шайба, заброшенная Поповым. Она почему-то остаётся вне рамок этого обзора. Но, поверьте нам на слово, так оно и было на самом деле. 5-20. ЦСКА с победы начинает Кубок мэра Москвы. На этом всё. Александр Хованов, Роман Скворцов. До новых встреч. До новых встреч на матче. Всего хорошего.